так онлайн секундочку и онлайн здравствуйте здравствуйте это такой такой опять же тест ристримом я уже потому как я запустился вижу что я на двух платформах но при этом при этом по всей видимости не в не в назначенных скедуле ром то есть как бы поэтому подождем подождем пока 10 минут пока все соберутся я пока буду всех веселить немножко а потом начнем писаться и мне интересно она перевалит в стрим в запланированный слот или нет вот поэтому тут как это как как настоящие стримеры они я мамкин принято говорить это вот это вот разминка я такой пошел покурил там потусовался первые 10 минут до записи эфира всем привет вижу вижу очень круто то что в чате ристрим короче агрегирует прямо в bs чат и это же волшебство какое-то я прямо прямо смотрю что короче это это очень удобно конечно и ристрим ристрим надо будет освоить и с ним начать плотно работать там еще кучу прикольных вещей вот и сейчас я выставлю себя для того чтобы отдельно видеть вот сегодня сейчас немножко соберемся потому что все-таки обещано на 7 а в придет народ будем сегодня разговаривать про старушку англию у меня у меня все готово у меня у меня чай здесь собой который сэвен клок ти наверное можно сказать я надел специальную шапку которая делает мне похожего на ее и кельмена такие такие чуваки которые живут ближе там к шотландии йоркшери там и так далее ну вот и сегодня расскажу про то как я оказался здесь про игровую индустрию великобритании это такая отдельная история она не похожа на европейскую снг и в не похоже не похоже на американскую то есть свои свои приколы вот ну и по отвечая на ваши вопросы по поводу быта жизни там сидела и так далее вот то есть хорошо тут короче я потихонечку отскакиваю и давайте часто немножко ждем пока можете пока можете если что если у вас есть какие-то вопросы все здороваемся можно короче не знаю как-то разогреться наверное вот я поставил себе тифон у меня великобритании big band почему-то почему-то я я в англии но все 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 пишут шоу кроме игоря вагуна который собственно из тель-авива который говорит привет вот а вот почему-то люди из украины в основном пишут шалом ну другой стороны это объяснимо а в чирс чирс мать в голову недавно было кстати смешнейшее видео тоже пока разогреваемся про про этот про про то как американцы слышат английский язык и там прям там прям был забавно я цикл а вот британский британский язык на чем тоже сегодня обязательно вспомним он про то что короче тут тут бывает британский примерно не знаю и не помню сколько точно но но наверное таких вот акцентов которые на слух узнаю их наверное уже так ну так ну всем 8 и различу наверное ну блин из 10 3 не понимаю то есть это это да марк маркер вот пишет девочка бриташка читает тренд был твиттере да все в восторге 10 очень смешно of и короче да вот то что то что называется здесь чат чавс это типа такой аналог вать треша что александр кузьменко здорово лёша что там по короне сейчас в москве по телеку сказали что выздоровели к выборам они в англии в англии вообще типа типа как бы хуже чем везде в европе здесь наоборот разгорается скандал о том что если бы на неделю если бы на кабы на неделю раньше закрыли половина бы не умерла бегали бы здоровенькие но но в британии какая история это опять же это это типа анекдот но не анекдот брита британцы много плотно работают много плотно напрягаются притворяются и стараются вестись и очень дистанцированно в рамках культурного кода великобритании соблюдая персональное пространство и так далее а потом они раз в год некоторые два раза в год едут в какую-то любую другую страну часто бывшую колонии где они превращаются на две недели в свиней жестко жрут ну если кто-то видел там на кипре на мальте или в таких местах англичан которые в отпуске они в мальдивах они понимают как бы о чем я есть подозрение что если этого отпуска не произойдет сейчас и люди будут вынуждены остаться в великобритании это вообще ничем хорошим не закончится ну то есть если нация этот пар ежегодный не выпустит поэтому сейчас идет такой диалог о том что ну двухнедельный карантин как опция он есть но хотят сделать проще и хотят сделать историю что по прилету полчаса теста и ты сидишь в аэропорту ждешь если ты какие эти выпускают если нет ну там до домой и лечишься как бы при этом непонятно как они собираются проверять кто дома кто не дома не знаю как то как то наверное собираются но отпуска отпуска это приоритет правительства и это типа важная важная история вот по поводу рейстрима да надо разобраться потому что вот у меня у меня еще сделал если кто-то в курсе может подскажете я короче пошел и отдельно в ютубе отдельно в фейсбуке сделал короче анонсы стрима на 7 часов и там и там возможно вы видели потом я подсоединил каналы к рейстриму и они подрубились вот все работает как бы все круто но насколько я понимаю когда я нажимаю стрим в bs он начинает просто транслировать мимо короче этих scheduled events то есть как бы и вот так далее вот мистер гравикейпер пишет что такое было в реке морде раз в год кровавую ночь устраивать с макрушечным ну и собственно как 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 называет сериал про про то как в америке одна ночь вот и фильм тоже был чума что-то такое когда они там всех убивают ну вот 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 да тут так такие отпуска британцы в отпусках это проект написано очень много статей они написаны так как будто это все мифы неправда это все правда в общем-то британцы в отпуске стараются оттягиваться прям прям так на полную катушку вот ну и в целом мы мы крайне хай ол кирк линке хай ол хоуп doing tonight yes yes we are кирк thank for dropping by inside of the fact that this is all in russian which probably sounds very good to you you know like we you're still you're still consistently attending thank you в кузьменко плюнет ристрим штука кривая до ушса я неделю с ним повозился перешел только на youtube и такого скотства нет как на твиче но а я я просто вот мы настолько как-то привыкли лампово сидеть в фейсбуке а люди на ютубе говорят что давай на ютубе не знаю если если есть возможность ютуба транслировать на фейсбук то типа окей я не против смотреть два окна на на этот самый на на комментарий то есть ну то скорее скорее вот именно вот по синхрониси тем момент то есть потому что вот вот ристриме мне главное что мне нравится в ристриме это вот это удобное окно которое из всех каналов вопросы из обоих чатов сбрасывает с пометочкой откуда чего пришло это очень круто но это как бы единственная пока главная такая убирь в чат так ну что же у нас 1859 у нас как тут собралось очень много народа давайте давайте на приступим к нашим сказкам рассказкам а если можно линке кидать вот тут есть про то как пытаться имитировать давайте давайте начинать старт рекординг и погнали старт рекординг всем привет с вами снова я алексей савченко сегодня я наш стрим посвящен истории о том как я переехал великобританию каким образом по здесь работает игровая индустрия какой быт условности с какими сложностями вы можете столкнуться при переезде и так далее опять же напоминают не travel бог это не 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 видос там для для широкой аудитории мы делаем такой относительно ультра нишевый контент и все это через призму конкретно ниши индустрии компьютерных игр ну возможно есть какие-то интересные факты конкретно про про страну если вам интересно англия тоже наверно можно послушать ну сначала я расскажу как я дошел до жизни какой такой я в в игровой индустрии производства компьютерных видеоигр где-то сейчас порядка 20 лет если быть точным с игровой журналистики я начал 17 поэтому получается 21 и и достаточно долгое время проработал в разных компаниях в снг я из донецка на если кто не в курсе работал компании булат games потом я достаточно часто наезжал москву работая в журналистике в стране игр в журнале хакер были мои статьи из писи игры плюс куча короче разнообразной совершенно разномонентной журналистики до тех пор пока меня не пригласила компания gc game world из казаком там и так далее я переехал киев проработал там в пиаре коммуникациях какое-то количество времени потом я оттуда ушел проработал на счет четыре или пять лет что ли вот и опять же попробовавши кучу разнообразных историй не знаю было четыре года такого совсем от газа и нефти до консультации по подъему студии там и так далее работал немного в компании вокстер потом делал большую историю под названием black king foundation в с партнерами в городе днепропетровск в какой-то момент где-то шесть лет назад ко мне обратился написал мой старый товарищ и мой текущий вот босс в эпидемс майк гэмбл с которым мы работали на stalker он был те шки у я был со стороны джейси и предложил поработать сначала техническим евангелистом в эпик геймс работа заключалась в том что я продолжал находиться в украине но при этом я много путешествовал по миру рассказывая почему анри ленджин крут почему индустрия компьютерных игр крута почему нужно использовать это такой технологии плюс продюсирование плюс пиар ну и в какой-то момент он в общем-то написал и говорит что ну а давай наверное перевязать в англию мы здесь строим рабочую группу по лицензированию там типа и так далее будешь заниматься лицензирование на снг восточную европу как говорится little did i know в том смысле что лицензирование лицензирование но заниматься пришлось всем афа и тут пишут совершенно справедливо с саша кузьменка пишет что сталина против марсиан 2 пропустил но мы с сашей щербаковым периодически в рамках кампании и бывая в том числе мы с ним выпускали выпустили сталина против марсиан 1 легендарного потом был второй третий это были такие спуф кампейн с которым решили что если они прокатятся то типа мы запустим если нет то нет сейчас делается четвертый а лезь пишет лезь привет расскажу про королеву сейчас мы до этого дойдем вот и в недолго думая мы в общем то ну как вам пару недель я подумал походил и решил что в общем то предложение крутое надо переезжать и я принял предложение компании эпидемс о переезде в качестве лицензионного менеджера в город гилфорд здесь надо сказать что в англию проще всего воспринимать как город лондон все что на юг это от лондона такие пенсионно богатые зажиточные регионы англии я живу в регионе ссорий регион ссорий вам возможно известен по региону в котором родилась выросла и была воспитана лара наш кров из компьютерных игр и в периодически ссорий кстати в упоминается в в разнообразных играх почему-то его любят в гилфорде также находится собор который показывали в сериале фильме омин если помните был такой и в городе гилфорд которым я живу жил льюис кэрролл который жил работа вытворил льюис кэрролл который тут же похоронен жил он много где который написал о лифте стране чудес вот то есть юг заживочный дорогой лондон это лондон в столице 9 миллионов человек официально сколько не официально там я не знаю и вокруг в грейтер эрии а город дорогой один из самых дорогих в мире в принципе много работы много вакансий шумно мегаполис ну мегаполис он в африке мегаполис наверное мубай в этом случае вот и в чем-то он похож на нью-йорк москву там лос-анджелес там и так далее в лондоне живется в общем-то неплохо транспортное сообщение в нем окей это далеко не худший город для жизни он очень красивый много работы много движухи просто космическое количество город которым все есть есть все что уходит на север ситуации тут начинают усложняться потому что если говорить о какой-то некой центральной англии то все что находится рядом с лондоном и вот туда вот вот в сторону вот по центру вправо влево на восток на запад это как бы еще окей доходя до бюрмингема тоже еще окей все что начинает уходить прям совсем вверх то то это короче нужно начинать такая полу благополучная к моменту когда вы приближаетесь условно к ливерпулю или лицу там там это вороны разворачиваются но это с точки зрения нас южных жителей и там короче живется тяжелее денег меньше в приезжих больше на пособие короче считается что это менее благополучная часть англии вот север при этом многие путешествуют многим интересно потому что там богатая музыкальная история там и так далее понятно что есть такая некая средняя средняя территория которая там всякий вот бирмингем манчестер там шеффилд и и так далее там типа ну ну там нормально то есть принципе соотношение по цене по всему остальному как бы как бы ок в зависимости от того куда вы целитесь у вас будут совсем разные финансовые какие-то ориентиры то есть если говорить об англии вообще в целом то средняя зарплата по стране 30 тысяч фунтов это мало то есть немного но англия как бы выживает опять же если свои недвига то с этими деньгами в общем-то проще если мы говорим об игровой индустрии то в вообще написано что везде что средняя средняя зарплата где-то 42 44 тысячи но если вы переживаете если вы там не знаю специалист какого-то профильного уровня а если вы переезжаете то скорее всего вы либо программист либо какой-то экзекьюти либо либо вот 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 какой-то арт директор уже сложившийся или крутой лоу дизайнер или гейм дизайнер как Женя Яхин здесь тоже работал в англии он крутой лоу диз то то вы целитесь наверное в две вилки здесь тонкий момент в англии прогрессивная система налогов и если вы получаете до 50 тысяч фунтов вы платите 20 процентов налог işte если вы получаете 50 тысяч 1 фунт вы начинаете плачивать 40 то есть плюс еще 20 процентов отчислений в вилки от 50 тысяч до 150 тысяч фунтов вы платите 40 процентов налога Если вы зарабатываете больше 150 штук, то в фунтах, то вы начинаете платить 45%. Поэтому с налогами вот такая история. Если кому-то интересны более нижние вилки, то в Англии до 12,5 тысяч вы не платите ничего. С суммы от 12,5 тысяч до 50 вы платите 20%. С суммы от 50 и выше вы платите 40 и 45, все что выше, 150 тысяч долларов. С налогами в Англии достаточно сурово, жестко. Если ваш основной источник дохода это работающая деятельность, рабочая деятельность, а это если вы переезжаете в игровую индустрию и у вас контракт, для вас это будет рабочая деятельность, то деньги вы на руки получаете уже нет. Ваш работодатель платит за вас налог. То есть вот такая вот история. При этом на каком-то вот определенном уровне благополучия можно сказать, что если говорить не про средние деньги, потому что мы, знаете, я думаю многие из вас, кто там возможно слушает или будет слушать, мы все любим вот эти медианные значения, которые как бы о чем-то говорят, но вообще ни о чем не говорят. Реалистично, наверное, я думаю 60, от 60 до 70 тысяч это ценз, по которому вы хотите переезжать. Старожилы говорят, что раньше было лучше, в том плане, что, ну, я могу понять как минимум с точки зрения того, что фунт стоил дороже. То есть раньше фунт стоил 1.56, когда я переезжал, сейчас фунт стоит 1.24, 1.32. То есть как бы это существенное падение. Однако при этом считается, что, ну, это только в Украине и иногда в России есть вот эта привязка рубль-доллар, гривна-доллар и так далее. Поэтому здесь вот этот фокус по поводу пересчитайте мне зарплату под доллар, ну, на вас посмотрите как на дурака, я вас уже на уволен. Значит, количества нет. Фунт это фунт. Вот, да, 60, ну, вот тут Женя, Марк Маркер тоже, Женя долгое время жил в Англии, не хватает. Конечно, мне себя, дорогой друг Марк Маркер, в плане, хотя паба сейчас закрыта, ну, мы так периодически встречались, попивали певцо. Вот, и в 60-70 тысяч, да, это такой некий уровень, к которому стоит стремиться, потому что до этого, ну, ниже его становится тяжело. Почему становится тяжело? Потому что, как приезжий человек, вы будете платить аренду. Если вы захотите жить где-нибудь от Лондона и вниз на юг, в средней аренде считается где-то полторы тысячи фунтов. Это не очень хорошее жилье. Очень хорошее будет две-две с половиной. Но это нормальное жилье, приемлемое, нормальное жилье. То есть, как бы, там, более-менее. Если вы в сторону, мыслите куда-то в сторону севера и вверх на север, то это касать. Женя Яхин, который жил в сторону на север, пишет в чате Марк Маркеру, что это для Лондона, скорее, 60-70. Потому что, а Марк Маркер говорит 60-70, потому что не Лондон, но он жил в Рейдинге. А Рейдинг это, ну, тоже благополучный юг, в общем-то, достаточно дорогая точка. Вот, поэтому по деньгам вот такая вот история. Стоит учесть, что в Англии вы в любом случае, помимо того, что платите налоги на подоходный налог, вы будете платить еще какое-то количество разной, как я называю, хероборы. Под хероборы я имею в виду council tax, это налог на городскую, на недвижимость, это налог на автомобиль, если он не нулевой, это налоги на всякие телелицензии и прочую фигню, которые вроде как небольшие, но все вместе оно тикает еще на какие-то тысячи. Также учтите, что в Англии дорогая коммуналочка, то есть вот газ, вода там и так далее, они кусаются, особенно зимой. То есть вот эти все истории, которые вы, возможно, слышали по поводу того, что в Англии зимой там температура 17 градусов в доме, это все правда. Ну, то есть я думаю, что отчасти это даже не экономия, отчасти это просто вопрос перевычки. То есть я после того, как несколько лет прожил уже в Англии, возвращаюсь куда-нибудь в Россию, в Украину, у меня всегда вопрос, почему так жарко в домах и топят, как в парилках. И это странно для стран, которые периодически жалуются на кризис и так далее. Ну, потому что здесь как бы так типа не принято. То есть там везде есть термостаты, они все накручиваются, есть легендарные бойлеры эти, которые тоже там накручиваются. И поэтому здесь к этим вопросам более относятся бережно. Мак Гравикейпер пишет, Кэрол, если не брошет кроме своего города и России, больше нигде не был. В России типа внезапно сорвался. Кэрол в Англии много где был, но в Гилфорде он работал. И я был на кладбище, где он похоронен, с вот этим вот там вылил бутылку морально. То есть как бы, ну, просто мне Кэрол очень нравится как автор. Я считаю, что он сильно повлиял на меня, как на писателя в каком-то смысле. Потому что я же еще, помимо того, что мамкин блогер, еще и мамкин писатель. С парой книжек там. Ну, то есть там и треть в процессе. Вот. Поэтому Кэрол на меня в достаточной степени повлиял. Good evening, sir. Слава, привет. Олеся спрашивает, Памилакина, а у вас там жилье тоже без мебели? Сдается в основном без мебели. Но если это какие-то квартиры, которые заточены под именно аренду долгосрочную, это какая-то пятая, шестая квартира лендлорда, она может быть с мебелью, но она будет стоить дороже фунтов на 200-300. Вообще, как бы невыгодно. Но, типа, если лень, то в принципе можно. Вот. По этому поводу. То есть, что еще обязательно знать с точки зрения быта, когда вы переезжаете, помимо финансов. В Англии, как страна, особенно Лондон и вокруг, очень сильно настроена на лоха туриста. Ну, то есть, и вообще, история страны такая, что общество стратифицировано на несколько классов. Каст, я бы даже сказал. Есть богатые люди, которые говорят на A Very Sophisticated English Language, которые одеваются таким образом, что это как бы небрежно, но там каждая шмотка стоит, как у вас, там, месячная зарплата. И виду не подают, но это, вот, собственно, потомки тех самых людей, которых в подвалах до сих пор стоят сундуки с дублонами, награблены со всего мира, и они их до сих пор еще не потратили. Всякие там эти комстаки, аристократы, виндеры там и так далее. И для этих людей в стране существует своя индустрия, свои магазины, и для приезжих в том числе. Это вот, да, это Posh England, так называемая, и бабок у них куры не клюют. Ну, то есть, и более того, они никогда у них не закончатся. То есть, там, и на них направлена, вот, прям целая индустрия. Эти люди тратят деньги в специальных местах. По незнанию, когда вы приезжаете, вы можете так посчитать, что вы там тоже должны тратить деньги, это заблуждение. Ну, типа, потому что сам сервис, наличие самого бренда и то, что это вот такое, оно, оно, ну, качество продукции может ничем не отличаться от такого же места с другим брендом для типа среднего класса, который в Англии есть. И там все будет процентом 30 дешевле. В принципе, всякие магазины и места, которые позиционируются как для пролетариата, лейбора и людей победнее, очень часто, и по этому поводу тут бывают смешные скандалы в таблоидах и газетах, они продают те же самые продукты за гораздо более низкую цену, на которых просто переклеены наклейки. Ну, то есть, вот, вот такой, такой вот момент. При этом нужно понимать, что в Англии есть очевидно дорогие и очевидно недорогие вещи. И очевидно, и вот сфера распределена таким образом, что где-то вы будете тратить больше, где-то вы будете тратить, возможно, сильно меньше, там можно сильно экономить. Нужно понимать скидки, потому что здесь скидки решают. Нужно понимать, что в Англии сильно развитый вторичный рынок и рынок продажи того, что месяц назад стоило, там, не знаю, там 25 фунтов, сейчас будет стоить 50 пенсов. Ну, просто потому что он вышел из какой-то коллекции и так далее. Условно говоря, если говорить о нашей сфере, компьютерных играх, когда игра только выходит, она, ну, игры стоят дорого. В Англии, тем более, они стоят, как везде, но в фунтах. Ну, то есть на 30% дороже. Там, условно, выходит какой-нибудь Final Fantasy VII Remake, он в магазине, там, становится базовый, там, 49.99, но в фунтах, да? То есть, там, и, там, премиум-версия, там, типа, там, 60. Если вы подождете неделю, и вы зайдете через квартал, там, выше, в какой-нибудь CEX, который торгует вторичными продуктами. Ну, то есть, имеется в виду, что кто-то купил Final Fantasy, поиграл, прошел, вернул, сдал, там, и ее перепродают. То вы ее купите уже, там, за 35. Наверное. Если вы подождите где-то 3 недели, то она будет стоить еще дешевле. А если вы ее купите за 40, за, там, 35, придете, поиграете, вернете и продадите в тот же магазин, она будет стоить, ну, вы ее вернете за 30. То есть, в общей сложности вы получите весь этот игровой опыт, практически за аренду диска, там, за, там, 9 фунтов. И когда вы начинаете примерно понимать, понимать принципы работы, вот, всего этого движения в Англии, становится понятно, что, в общем-то, здесь можно очень умно тратить деньги. Но все эти способы, они, они очень прикольно нашифрованы от приезжих, от пришедших на шопинг, там, и так далее, потому что люди зарабатывают деньги. Ну, ну, потому что, вот, даже вот Гилфорд, который, как бы, центральный городок для, вот, вокруг, вокруг Гилфорда люди приезжают на Хай-стрит, это, типа, главное, это улица Ленина в любом, или Карла Маркса, в любом, в британском городке, вы приходите на эту улицу, и там обязательно будет все дороже. Вы отходите на пару кварталов, но там все дешевле. Более того, на выходных может быть еще дороже. Поэтому, если, если знать, где чего, ну, мы, мы так как-то на семью, на трех человек, мы когда приехали, мы тратили на дурные деньги. Мы тратили ничего не зная в месяц где-то там тысячи три фунтов, наверное. Мы сейчас живем в месяц без потери качества жизни на троих, учитывая, что ребенку там тоже надо постоянно какие-то покупать ништяки, иногда покупать игры, где-то на косарь. А на тысячу двести, наверное. То есть, это затраты без всякого, без каких-то там, не знаю, вот именно газа, воды всех этих дополнительных и так далее. Вот, поэтому можно, можно, можно очень, очень сильно привыкнуть. Дэнни, спасибо за стримы и полезную информацию. Уважаемые, всегда, пожалуйста, на самом деле, я как и говорил, у меня был очень интересный вопрос. Александр, не помню фамилию, на ютубе спросил, мол, а нафига тебе вот это все там, типа, что там, 800 подписчиков, там, 300 просмотров видео, фигня какая-то, работаешь в Epic Games, живешь в Англии, там, иди там, типа, делом займись. Но, тут как бы надо объяснить, просто, что, типа, во-первых, мне, ну, мне это интересно. Мне, мне интересно вот эта форма общения, мне нравится этот домашний home production весь, и, и покупать какое-то оборудование, да, то есть, там, общаться с клевой аудиторией, потому что вы реально клевая аудитория. То есть, многих людей, которые приходят в видео, я там знаю, это определенная форма диалога, которая, там, незнакомая была для меня для этого, да, вот, вот, типа, чат, типа, стрим, запись, потом, там, перепост, комменты, ну, это прикольно. Вот, а потом, второй момент, это то, что, если говорить конкретно по поводу именно делиться опытом, во что я, вот, я как бы не социалист, но, в плане, я считаю, что, если у тебя есть работа, на который ты зарабатываешь деньги, и если у тебя есть возможность при этом делиться с людьми разнообразным опытом, это надо делать всегда бесплатно. То есть, поэтому я вам это как-то клятвенно говорю, что этот канал, этот стрим всегда будет без каких-либо донатов, реклам там и так далее, это абсолютно такое, нон-профит мероприятие и хобби-хобби-хобби. Вот, и третий момент, который очень удобен, это, когда ты записываешь видео, в которых ты стараешься максимально уложить информацию про контент, про лицензирование и так далее, и так далее, и так далее, вот ко мне и к Олесе Примакиной, которая тоже в чате, Олесе, если кто не в курсе, это моя коллега, она тоже работает в Epic Games, собственно, мы вдвоем, с точки зрения движка, работаем на СНГ и Восточную Европу. Вот, и к нам приходят постоянно к вопросам, с вопросами, которые повторяются. Ну, то есть, задают одни и те же вещи, и гораздо проще, когда есть канал, куда можно просто ссылку, да, всегда искать, что послушай, вот это там в деталях расписано и так далее, то есть, это еще и удобно. Вот, и последнее, это, ну, мы стараемся поддержать конкурс, который сейчас проходит для Unreal разработчика, вы там как-то там все это раскручивать. Вот, и возвращаясь, собственно говоря, в 100 тысяч включая жилье, нет, я могу сказать, что если посчитать наши расходы, то мы тратим, наверное, где-то тысяч полторы на, все, что касается жилья там, и в выплаты моргаджа, в, где-то, наверное, на 500 мы тратим фунтов на, на все сопутствующие расходы и так далее, и косарь на жилье, ну, 3 тысячи где-то, да, в районе 3 тысяч выходит с жильем, там, всем остальным и так далее. Но еще раз даю, если бы это было где-нибудь на, на севере, это было бы там, действительно дешевле. Mark Marker, первый месяц, да, пока не шаришь, потом второе можно уменьшить, потом второе можно уверить, сориентировавшись. Я албанцев каждую четвертую стрижку бесплатно получаю и так далее. Данил Чеветков спрашивает, есть ли в Англии выраженные геймдев хабы? Да, давайте двинемся к вообще, как устроена игровая тусовка и так далее, это действительно хороший вопрос, спасибо, что немножко сфокусировали. В Лондон, Лондон это, ну, логичным образом, это место, где находится в большинство крупных компаний, и вообще, где находится, по-моему, большинство крупных компаний мира, которые держат там свои офисы, и так далее. То есть, условно, Sony, там, Microsoft, вот, вот это все, это все в Лондоне. Стартапы и компании, которые поднимают резкие какие-то деньги, находятся часто в Лондоне, более того, рядом с Сити. И нужно понимать, что если мы говорим о том, что средняя зарплата в игровой индустрии 42,5, это средняя зарплата по Лондону и Сити, Сити оф Лондон, там 62,5, то есть, там, как бы, много. Гилфорд, это то, что называется, здесь, таким, типа, local Silicon Valley, но ближайшая аналогия, если вот по Америке сравнивать, то это скорее не долина, это скорее technical triangle, то есть, это скорее, как вот Северная Каролина, там, и вокруг. В Гилфорде находится порядка 70 игровых компаний, из известных, это крупные офисы, но производственные, то есть, здесь находимся, типа, мы, здесь находится небольшой офис Ubisoft, здесь находится Electronic Arts, здесь находится Wargaming, офис большой, новый, здесь находится Hello Games, там, и дальше, там, можно перечислять долго. Есть, короче, еще такое, Leamington Spa, там, там очень много разработки, там, ну, я думаю, что да, вот центр, вот, кстати, смотрю, вот, меня шпаргалит, Женя Яхин, вот, по, Leamington, Leamington, один из них, Brighton на юге, традиционно центр, не только игровой индустрии, а всего интертеймента, Brighton очень, очень горячий, с точки зрения музыки, вообще, Brighton, это местный Сан-Франциско, это такой вот, со всеми прилагающимися, с большим, с очень развитым, с очень развитой музыкой, игровой индустрией, LGBT community, в каждом квартале стрит-бар, короче, в темных аллеях, могут навалять, забрать что-нибудь там, ну, короче, это такой вот, портовой город, все как надо, наполовину состоящих из баров, то есть, короче, вот это Brighton, спрашивает, Эльдар, Ализавета спрашивается, что с медициной, с медициной, ну, я считаю, что плохо, многие считают, что лучше, чем могло было бы быть, но я считаю, что это очень плохое оправдание, медицина в Англии устроена таким образом, что, ну, во-первых, медицина в Англии устроена таким образом, что про нее шутят, у вас есть general practitioner, так называемый, это, типа, участковый врач, который находится в больнице, которая у вас, типа, районная поликлиника, вы туда приписываетесь, когда заселяетесь в район, вы туда приходите, если у вас что-то болит, вас там стараются отшить и не пускать к врачам, ну, то есть, вам там, если вы приходите, у вас что-то болит, вам постараются там сначала дать портстамол, потом предложить погулять в парке, потом попить кока-колу, если болит живот, и только если вы на все это отказываетесь, начинаетесь там бить, сучить ножкой, валяясь по полу, говорить, что вы умираете, вам говорят, что ну ладно, отправим вас к врачу. Но NHS, при этом, которая отвечает за этот сектор медицины, она хороша тем, что, короче, любые лекарства, которые вам выписывают там, если вы их все выбиваете, они все стоят 7 фунтов. Если вы их покупаете без рецепта, пробуете, ну, во-первых, вы не все можете купить без рецепта, но это вот социальное страхование, часть налога войдет на NHS, на National Health Security. И есть частный сектор со страховками, который получше, но не идеален тоже. И главная проблема локальной медицины состоит в том, что у нее есть, во-первых, очень дорогие блоки местами, в которые по бесплатке нужно очень-очень долго и муторно там стоять. Во-вторых, есть просто очень дорогие элементы. То есть, я думаю, что вы, многие слышали, предсказуемо это зубная какая-то медицина, и там, условно говоря, там поставить имплант зубом может стоить там 5-6 тысяч фунтов, а свободно, как бы там, без страховки. Поэтому, ну, зубы традиционно ездят, лечат где-то люди, вот куда-то там и так далее. В Орлеге спрашивает, здравствуйте, Алексей, спасибо за рестрим на YouTube, ну, стараемся. Подскажите, какой минимальный уровень проект должен быть для подачи на Мегаграндс, чтобы получить, если можно, в деталях. Вопрос про программу Мегаграндс. Я, кстати, запишу в субботу Tips and Tricks видео по этому поводу, более в деталях, но тут тоже отвечу. Может быть, любой с точки зрения идей проект. И я сказал бы, что у нас есть ряд проектов, которые получали гранты, при этом, будучи не слишком, ну, масштабными, назовем. Это так, но при этом инновационно использующий движок. То есть, вот это вот важный аспект, который всегда там рассматривается. Второй момент. Желательно подаваться в ситуации, когда проект уже находится на стадии, ну, вертикального среза. Либо ранее Альф, в зависимости от того, как вы подошли к разработке. Потому что, как будет происходить процесс? Вы пошлете видео геймплея или там какой-то тизер, на это посмотрят. И если понравится, попросят билд. То есть, как бы билд, захотят как-то базово поиграть. Все абсолютно американцы и англичане играют в любые презентационные материалы вертикально. То есть, им не важно, что у вас там 3-4 часа контента, им важно, чтобы 5 минут были крутые. Ну, и там было как можно больше того, что будет в основной игре. Важная история про Гранты. Предполагайте, что он будет рассматриваться 60-90 дней в лучшем случае, потому что там какая-то змеинокилометровая очередь. И это не быстрая процедура. Даже если там можно как-то пообщаться, и мы там можем со своей стороны потыкать, спросить как, что, куда, это не сильно повлияет. Но это вот средний срок 90 дней. То есть, сейчас. Вот такие вот моменты. Ну, и еще, да, я в субботу открою прям вкладку, пройдусь там, расскажу, покажу, открою вкладку, покажу примеры выигравших проектов, расскажу, почему они, возможно, выигрывали там и так далее. То есть, про Гранты, типс интригт с 20-30 минут. Тут я запишу видео, как про лицензирование было, такой же про Гранты сделал. Марк Маркер. Таблетка пополам, половина от головы, половина от жопы, ее не перепутать. Процетамур, нурофен от любой. Да, да, все так. Я очень люблю шутить по поводу того, что приходишь, говоришь, болит горло, говорят, съешь мороженое. Приходят, говорят, болишь живот, говорят, попей кока-колы. Говоришь, что тебе плохо, у тебя депрессия, ты хочешь умереть. Говорят, пройдись в парк и подыши свежим воздухом, все пройдет. Вот это и началось. Да, в целом. Но еще раз, есть матерые люди, которые уже к этому научились прям давить на врачей, там притворяться, жестко симулировать и входить в состояние близкой смерти прям в кабинете врача. И, короче, и таким дают лекарство. Ну, потому что никто не хочет, чтобы у него в прихожей человек умер. То есть, как бы, вот так из этого можно исходить. При этом, важный момент, кстати, в Англии все очень круто с любыми анализами, там, тестами и так далее. Сложно с врачами. Именно с врачами. То есть, у меня была ситуация, я там как-то рассказывал, ну, у меня камень у меня, короче, из почки пошел. Я там как-то начал писать завещание. Меня привезли в больницу и анализ взяли за 20 минут. Из мерзжен сети я вписывают за 20-30 минут, анализ берут за 20 минут, сразу с результатами и сразу выписывают там волеутоляющие. В моем случае это был морфий. Вот, и после чего я впал в наркотическую прострацию, пока появился врач. Вот, врача ждать можно очень долго. И врач может тебя потом оценивать, результаты тоже очень долго. Потому что нерсис, ну, типа медбратья и медсестер, их, ну, много относительно. А врачей их мало, они все очень дорогие. И вот конкретно с лечением проблема с диагностикой здесь лучше, чем много где. С лечением и обработкой уже результатов диагностики здесь сильно хуже. Так, ну, давайте, да, про игровую индустрию. В Англии, в отличие от Америки, которая ультра-открытая, все-таки более-менее либеральная и открытая для входа в особенных точках, таких как Лос-Анджелес. Если говорить там о Техасе, это Остин в разнообразных крупных штатах. Есть места, где можно достаточно быстро перейти в Паяц и работать. Там в Канаде, в Монреале, вообще там это там комьюнити супер дружелюбное. В Англии, ну, короче, здесь, и это касается не только игровой индустрии, нужно перемелькаться, прообщаться, походить с людьми, там, поразговаривать. И, короче, только в какой-то момент, когда становишься типа своим, тебя пускают в тусовку. Это может занимать, ну, это дольше, чем везде. То есть это вот тоже, это при всей дружелюбности сферы, наличии здесь ассоциаций, там, и так далее, и так далее, это дольше. Надо ездить на выставки. В Англии главных выставок, главных две. Это Брайтон и Брайтон Девелоп летом, и это Рест в Лондоне, по-моему, проводится тоже несколько раз, один раз весной, другой осенью. Есть еще Pocket Gamer, который в начале года тоже можно приезжать, ну, и типа там, короче, там тоже приходить туда и общаться. Есть еще много локальных ивентов, они помогают. При этом Англия, это, короче, ну-ка, сейчас попробую с камерой так сделать чуть-чуть, потому что у меня фокус расфокусился, так получше. Вот, и здесь, здесь очень важны такие вот, то, что называется, grassroots events. Это, короче, важнее, чем поехать на выставку и там за всеми корешевать. Нужно приезжать и узнавать, где проходит ежемесячный вторничный сходняк для представителей игровой индустрии в пабе, что это за паб, идти туда и начинать там тусоваться. То есть, вот, это, это работает, ну, лучше. Вообще, для того, чтобы было понятно, и это тоже относится к каковой индустрии, а в паб, это же, ну, паблик хаус. Это не то, чтобы, это просто бар. То есть, паб это место, куда люди приходят для того, чтобы общаться в неформальной обстановке. Это ключевое определение, запомните его. Потому что вы можете общаться с человеком в офисе, и он будет максимально, там, недоступным, холодным, профессиональным и так далее. Вы можете и выходить с ними в паб. Этими людьми вы можете превращаться с совершенно другого человека. В более раскованного, там, типа, там, тра-та-та, общение, все дела и так далее. Однако, не стоит забывать, что англичане обладают обратным переключением. То есть, если вам внутри, короче, в пабе, если вдруг вы накатились с кем-то, и он там чуть ли не обнимается с вами и так далее, это не значит, что вас завтра домой позовут гостя. Это не значит, что это ваш новый друг. Он будет, этот чувак может быть ровно таким, когда он в пабе, и абсолютно ровным, и очень на дистанции, в любой другой ситуации. Англичане вообще, в принципе, не любят очень быстро никого пускать, там, в десна лупиться к себе. То есть, это, это, это не в национальной природе. В куче ситуаций вас будут звать именно на комьюнити-ивенты для того, чтобы узнать вас поближе, то есть, как бы, и посмотреть на то, как, 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 короче, люди там, там, общаются, как себя ведут, там, и так далее. Если вы где-то накосячите, вас сбреют достаточно быстро из, там, определенных кругов общения. Быстренько на ответ на несколько вопросов в чате тоже. Александр Стапин, как ты узнал про такие ивенты? Ну, у меня были друзья туда, где я переехал. Я, к счастью, переезжаю в Epic, еще раз, мой, ну, прямой руководитель, Майк Гэмбл, мы там знакомы, 10 лет уже были, он мне там, он мне рассказал просто кучу всего, как это работает в стране. И в Facebook. И плюс, из-за того, что я евангелистом два года проездил по куче выставок, я уже знал кучу английских людей, которые, в том числе, живут здесь, ну, и в Лондоне. А в, да не, я так понял, что на работе коллеги, а в пабе они карифаны. Да, ну, в целом, в пабе все карифаны, в пабе все на слабоне, а на работе коллеги, а так, может быть, просто такие, ну, знакомые, acquaintances, типа. То есть, это такие, важно, ну, разделительные вещи. Станислав, сейчас вопрос, Константин Марунченко. Есть ли какие-то особенности приема на работу по типу обязательного высшего образования для нормальной работы, популярны ли интернатуры с релокейтом? Важный вопрос про игровую индустрию. И могу сказать, что вообще крупные компании на работу принимают с целым процессом и танцами. Ну, то есть, когда меня принимали на работу на евангелизм в Эпик, у меня было семь собеседований, которые шли неделю, в процессе которых я общался с людьми, выполнял разнообразные задачи, задания там и так далее. Когда я переходил с позиции евангелиста на лицензионного менеджера, у меня все равно было семь собеседований, шесть в этом случае уже, шесть одного не было. Они были, короче, они были по принципу, ну, мы тебя уж знаем, как бы, но все равно надо было там показывать, доказывать, рассказывать и так далее, потому что общаться с HR-ом там и так далее. Но это большие компании. Я по поводу интернатуры с релокейтом, я не знаю про такие случаи. Ну, в принципе, идея в том, что если релокейтед, релокейтед специалиста, которого нужно релокейтить и которого компания должна еще доказать, что она не смогла найти его локально. Вот так вот. При этом интернатуры просто есть внутри. То есть, еще раз, релокейтед, скорее всего, таких вот, ну, уже людей, которые прям-то нужны. Зачастую это или программисты, или техартисты, или люди, которые имеют какой-то уникальный опыт в отношении какой-то конкретной территории, либо международники. То есть, вот здесь вот, скорее всего, это такой объем людей. Станислав Кортуцца. Ты недавно запустил количество своих задач на день. Я уже снулся. Есть секреты поддерживания высокой продуктивности. Я просто привык за годы так работать. Ну, я писал тоже. Я вот сотрудница коллега и товарища Телеси Примакина очень помогает. И, ну, она очень-очень-очень крутой специалист. И я думаю, что без ее поддержки она сделала бы сильно меньше. Очень помогает то, что ты... Ну, я сначала карантина, я не пью, не курю и никак практически не отвлекаюсь. А в отсутствии алкоголя и курева очень сильно влияют на energy levels. С точки зрения именно фокуса и концентрации. Ну, вот я могу концентрироваться на каких-то задачах и не забывать какие-то вещи, когда там не бухаешь, не куришь, ну, прям, прям в разы сильнее, мощнее. А так, ну, я не знаю, я как-то всегда много делал всякого. Мне нравится моя работа. То есть, вот, наверное, это главный секрет поддержки производительности. Евгений Имхвары. А, Алексей Добрудень, а как там дела с маркетингом? Ну, в каком смысле, с точки зрения работы? Типа, я знаю, что в Англии, в лондонские компании перевозят достаточно много специалистов по маркетингу. Компании, которые содержат там основные офисы. Ну, типа там всякие там тоже и айтишные, в том числе, там, в Адутом и так далее, и так далее. Вообще, Англия, как страна, как и Европа, кстати, достаточно слаба с точки зрения именно перформанс-маркетинга, фри-то-плея и всего такого. Тут исторически получилось так, что в этом сильнее всего Азия, но из-за того, что СНГ, и в частности Россия, рано заадоптила саму эту идеологию перформанс-маркетинга в социальных, мобильных играх и в разных стартаперских начинаниях, Россия идет на полкорпуса вперед, честно говоря, по качеству специалистов, которые умеют работать там с метриками, характеристиками и так далее, и так далее. Когда я переехал четыре года назад, было все еще было хуже для Европы и Англии, сейчас они как-то подтянулись как-то, как-то более или менее учатся. Но маркетинг, я сказал бы, что здесь до сих пор, ну, на шаг назад. До сих пор в моде очень темы с B2B-бутиковыми агентствами, которые там оперируют там кучей раскладов из области личных знакомств, нетворка, БТЛ-а там даже там и так далее. Перформанс-маркетинга подтягивает. Но, опять же, Англия же такая история, в которую приезжает очень много людей и постоянно привозят с собой кучу экспертиз. Ну, то есть, мы сидели мы все в Гилфорде, и никто толком не знал, как нормальный фри-то-плей сделать, он приехал, открыл Wargaming-офис, в котором, там, не знаю, сколько сейчас уже людей работает, ну, как в любом офисе Wargaming, у них всегда прицел там на 400-500 человек. Конечно, они шарят, ну, потому что, ну, потому что, вот, в этом смысле, как бы, как бы лучше. Вот, опять же, если мы, если говорить о нашем стриме про маркетинг, пиар там и так далее, при этом не стоит забывать о том, что всегда есть в широком смысле какие-то компании, типа, там, европейской headquarters Sony в Лондоне, в которой, которая, ну, у них свое понимание маркетинга, но это же внутренний экосистемный маркетинг, там, там, наплевать на все, они могут пойти продать эксклюзив с, там, с 5 миллионами уникальных показов по оценочной стоимости, там, получить практически любой проект. Вот, то есть, как бы, в этом смысле, в этом смысле, как бы, как бы хорошо. Сергей Голубев, что означает инновационное использование движка? Промер-грант вопрос, имеется ли в виду игровые механики инновационные или использование в общем-то с какими-то инновационными технологиями? Скорее, имеется в виду в использовании Unreal в нестандартных для него полях с какими-то интересными подходами с точки зрения контента, ну, и вообще тут, как бы, на выдумку гораздо. Раньше, я могу сказать, что три года назад любой мобильный проект получал больше внимания, потому что это было, ну, в общем-то, нестандартное использование Unreal. Сейчас с этим все сильно получше. Оролеге по поводу, фоллоуап к вопросу по поводу грантов. Я не нашел ссылок на победившие проекты, такое вообще есть, или это закрытая инфа. Они просто не сегрегированы. Каждый раз, когда получает какая-то группа разработчиков гранты, они... Выходит статья там какая-то по этому поводу и так далее, просто нет одного места, где они все собраны. Я соберу ссылок, потыкаю там и просто покажу на какие-то примеры, вот там на видео, которые я запишу. Артур Талахаси. Привет. На контесте будет публичный фидбэк для зрителей или оценки будут конфиденциальные чисто для разрабов? Я так понял, проект анонсится не все сразу, а после определенного круга отборов. Хороший вопрос, Артур. Спасибо. Мы проводим 4 раунда отсева по конкурсу. Это четверть-финал, полуфинал... Отсев, четверть-финал, полуфинал-финал. Соответственно, проекты отсеиваются там от условно 100-150 отобранных изначально до 150-25. Оценки, которые даются жюри, они не раскрываются. Они только для внутри, для проектов. Естественно, все, кто следит за конкурсом, они видят, кто прошел, кто не прошел. Но это единственный критерий, который для них доступен. Мы также в рамках разнообразных маркетинговых ивентов будем освещать проекты, но будем это делать без критики. Ну, то есть будут отбираться проекты, которые в рамках конструктивной оценки разнообразных экспертиз разных специалистов будут получать рекомендации по... то, что в английском языке называется Spaces for Improvement. Ну, то есть там, где можно сделать лучше, будет говориться, где можно сделать лучше. Самые интересные проекты будут показываться на стримах там и так далее, и так далее, и так далее. То есть тут, ну, в этом отношении, не волнуйтесь, мы стараемся сделать максимум корректным с конкурсом. Кстати, следите за анонсами, там будет в... Это... Скоро, короче, у нас будет еще апдейт того, что мы делаем. Он, типа, очень крутой, и я думаю, всем на следующей неделе вам понравится. Как сын в школе ассимилировался? Сложно ли было интегрироваться в семье? Хороший вопрос, спасибо. Когда мы переехали, Кириллу было 4 года, сейчас мы 8. Это Junior School. В Британии нет понятия, как бы, садика как такового. Есть первый preschool year. Это, ну, такая уже, как бы, школа. И первый год дается всем все равно тяжело. Все равно тяжело с точки зрения культурных особенностей, встраивания в саму систему, в понимание того, как, как, что происходит там и так далее. Ну, там, в частности, в... Типа, мне кажется, при этом, что если ребенок помладше, наверное, отчасти проще, потому что нужно понимать, что британская школа на первом своем каком-то ощутимом отрезке, первые, там, года три, она, как бы, не знанием учит. Это место, куда дети ходят, их-то мучат вальюс, там, каким-то базовым навыком, в том числе социальным. В Англии при этом относительно религиозная страна с точки зрения бытовой религиозности. То есть очень многие школы и улицы и так далее будут названы именами святых. В школах будут учить вальюс с точки зрения... Вальюс и вёрчус. Вот есть такое. И петь псалмы. Ну, короче, вот это распространенная практика. При этом... Ну, на этом не акцентируется внимание. То есть как бы... И, в принципе, подход максимально открыт к детям разных, там, типа, расконфессий и так далее. То есть не все-все дружим, все, там, молодцы, там, и так далее. Вот, вопрос, который важно для себя задавать и который нужно держать на контроле, если вы переезжаете с маленькими детьми, это то, что дети, после того, как они проходят первичный треш-холл барьер, они начинают... И начинают говорить на английском. Это может произойти быстрее, чем вам даже покажется. Они начинают говорить хуже на русском. То есть и у нас... Вот мы с самого начала... Мы об этом знали, у нас много переехавших друзей. Мы... Кирилл на английском говорит в школе, дома он говорит на русском, плюс у него две тусовки. Это англоязычные, русскоязычные дети. В Гилфреде много русскоязычных семей, порядка 800, я думаю, где-то. И... То есть как бы вот на этом балансе как бы окей. То есть там это нормально. По школам, по образованию нужно сразу въезжать в систему, понимать, как вы будете двигаться дальше. Потому что школы есть частные, есть приватные, есть международные. У всех разная тактика, стратегия обучения ребенка. Мы исходим из того, что мы такие как-то... Liberal parents в том плане, что... Ну, мы считаем, что, типа, у ребенка должно быть детство. И мы пробовали приезжать и осматривать ряд вариантов с частными школами, которые финансово как бы не проблема. Ну, там, могли мы туда пристроить. И проблема в другом. Проблема в том, что мы приезжали в частные школы и нам там говорили, что ну какой отличный молодой джентльмен. Сейчас мы нарядим его в костюмчик. Он будет учить 4 языка там с 5 лет. Играть на трех музыкальных инструментах, играть в 4 типа вида спорта, там, и так далее. И мы такие, ну, нет. Ну, типа, мы не хотели бы так, чтобы это все происходило. Ну, то есть, как бы вот... Кирилл... Я не знаю. Понятно, что, типа, супруга там периодически навешивает всякие кружки и так далее. Но, мне кажется, кажется, ребенок, особенно мальчик, должен быть... Должен быть немного балбесом до определенного возраста, а потом уже начинать собираться там с мыслями и так далее. Однако, принципиально важны с точки зрения образования будут последние годы в школьные. Потому что нужно будет ориентироваться, ну, собственно, либо в международный колледж, либо в университет там, либо какой-то известный колледж и так далее. Там это понятно. По поводу образования в Англии и по поводу геймдева. В Англии есть игровое образование. Оно существует не для галочки. Здесь по поводу специальности, имеющие отношение к компьютерным играм, учат нормально штук 15 вузов везде по разным странам, по разным уголкам страны. Здесь неплохая школа программирования, в том числе, там, плюсовиков. Здесь, в общем-то, очень хорошо с артом и дизайном. Очень хорошо. Особенно вот здесь, на юге. В Гилфреде находится один из топ-5 институтов по арт, артный дизайн. То есть, и в этом плане, как бы, ну, можно музыки еще. То есть, как бы, вот в этом плане можно по образованию прям очень хорошо пройтись и заточиться на, ну, на какие-то специализации и специальности. Колледжи, в том числе, комьюнити колледжи открыты для взрослых людей. То есть, если очень многие, кто сюда приезжает, проходят дополнительное образование. Как бы такая нормальная тема. Вероятно, это будет слишком грубо говорить о делах на первой встрече в пабе, говорит Слава Смирнов. Дело в том, что здесь на первой встрече о делах говорить вообще не принято где угодно. Ну, то есть, есть некий, некий этикет того, что нужно покружить друг вокруг друга. То есть, можно обозначить состав, почему вы могли бы работать вместе, но переходить прям к делам, прям сразу считается, короче, типа, очень-очень невежливым. Это, это, к делам сразу активно и суперпроактивно подходят, по-моему, только русские американцы. То есть, как бы, вот, вся Европа и Англия особенно, это, я, у меня, когда русские друзья приезжают какие-то по делам там дела делать, и не только, не только там в играх, ну, и в играх в том числе. И они, я им там организовываю встречу какую-то там, помогаю. Они на эту встречу приходят, и начинают такие, ну, что, что там дела обсуждают, на них люди смотрят просто вот такими вот шарами. Объясняют, что надо на 4-5 раз встретиться, надо, для того, чтобы с тобой начали прям дела обсуждать, чтобы тебе на встречу поводили еще знакомых каких-то, показали там какое-то заведение, в какой-то клуб еще сводили закрытый, не танцевальный в смысле, а какой-то джентльменский там, который по карточкам какой-нибудь там, Соха или какой-нибудь там, не знаю, там, Груч какой-нибудь, и куча много разных специальных. А там уже начинаются дела. То есть, поэтому Англия вообще очень любит размеренность. А в прям неделями вопросы исчисляются неделями. Главная ломка для нас при переезде, и для меня, как человека, который занимается всякой бездемной фигней, периодически, помимо лицензирования и так далее, это было то, что, ну, в смысле, неделями. Вы приезжаете сюда, первый шок, который вы испытываете, вы пытаетесь поселиться, после того, как вас, если компания релокейтила, там было временное жилище, а потом начинаете снимать хату. И вам, вам говорят, мы не можем вас заселить без банковского счета. Вы такие, окей. Идете в банк, вам говорят, «О, открыть счет, нефиг делать. Какой ваш адрес?» Вы такие. Вас клинит, потому что это курица и яйцо. И попытка прояснить это с любой стороны, она ничем, как бы, не заканчивается. Ну, в смысле, ну, нет. Как этот вопрос решается? Решается либо там специальной справкой с работы, либо тем, что вы даете в банке адрес с вашего временного жилища, которое выделено работой, там, и так далее. Но сам факт того, что это происходит, это, ну, дичь, как бы. Но это вот в Англии вот так вот. Как-то, 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 как-то такие дела. А международники, это типа бездевы, собственно, мирового уровня? Не, не, не обязательно. Данил Чебутков спрашивает. Международники имеются в виду люди, которые имеют определенный, уникальный набор экспертиз на каких-то специальных рынках. Ну, там, условно говоря, даже говоря не о нашем, если обычно в Лондоне находятся штаб-квартиры ЕМЕА. Ну, то есть, это Европа, Миддл-Ист, Азия, там, и, ну, это большой кусок достаточно. И, соответственно, туда стягивают людей, если это сейлс какой-то, маркетинг, офис там и так далее, стаскивают людей с экспертизами на определенных территориях. То есть, если вы хорошо разбираетесь там в какой-то, ну, в своей специальности в какой-то территории, например, в маркетинге в Турции, например, или вообще вы в состоянии вести Турцию как регион для этой компании конкретно, вас свободно перевезут. То есть, ну, потому что вы им нужны. То есть, как бы, вот это, это, это вполне себе нормальная история. Международники имеются в виду, в первую очередь, люди на стыке культур, которые качали скилл, понимание рынков и разнообразных культур, там, и территорий. И, в принципе, могут работать вот между этими двумя перевалочными пунктами, между этими позициями. То есть, как бы, вот скорее в этом смысле международники. А бездевы с опытом мирового уровня, ну, давайте в терминологии еще разберемся, что такое бездевы с опытом международного уровня, мирового уровня, если это разложить именно по значению этой фразы. Бездев с опытом мирового уровня, это человек, это глобал директор на местном арго of business development, да, который приехал в существующую компанию, существующим бизнесом, и может привести новые направления работы, открыть для нее новые рынки. Да, таким здесь тоже всегда рады, но это необязательные условия. То есть, как бы, таких сюда вообще не только в игровой индустрии зовут. Лондон очень любит людей, которые позволяют заниматься дальше бизнес-колонизацией. Не повторяйте эту фразу здесь, вас осудят, потому что колонизация здесь, это, ну, в Англии не очень благополучная история с этим понятием. Это, колонизация в Англии, это как расизм в Америке. Ну, потому что, потому что есть печальный опыт Индии, например, за который Англия до сих пор извиняется, расплачивается там и так далее. Честно, в ключевых позициях просто перевозные специалисты, которые в странах третьего мира уже пожрали всего, чего можно, марк-маркер, ну да, я, другими словами, немножко объяснил. Народ, поставьте лайки на Ютубе, нужно пушить стрим по лимит. Пишет, спасибо большое. Даже не знаю, как это работает, честно говоря. Есть ли геймдев образование, ценится ли оно в UK? Ответил. Привет, Александр Павел, привет. Инсталайк. Вопрос не про Англию, Алексей Федотов. У каких проектов на Unreal наибольшее сообщество активных мультиплеер игроков? Где искать такую статистику? Могу сказать, что у азиатских. Ну, то есть, условно, у какого-нибудь Lineage 2, там, мобильного, там, и так далее, там, там комьюнити огромнейшее. В мобильные китайские игры на Unreal, там огромные комьюнити. В из известных игр, Ark, в Rocket League, это такие прям, прям, ну, on top of my head, то есть, то, что в голову прям сразу, в это самое, Dauntless, Fortnite. Вот эти вот это, игры, которые как бы на Unreal, которые хотят как Fortnite, но не Fortnite. Вот эти все игры. Там, 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 при этом достаточно большие комьюнити. Dauntless, кстати, очень крутой. Если вы не играли, вы посмотрите. Он хороший, он на PlayStation, и в, и это такой, кооперативный Monster Hunter на Unreal. Спасибо за контент, SuperDeads. Очень информативно, интересно. Спасибо большое. Я стараюсь делиться. Буду продолжать стараться со своей стороны. Ольга Копа замечала такое за людьми из Индии. Тоже, да. Слава Смирнов говорит, что еще можно упомянуть Exceptional Talenteer Visa и соответствующие гранты. И смешную историю, как Rockstar оптимизирует с этой помощью на десятки шестинячных цифр, если я не ошибаюсь. Я не знаю, кстати, насчет Rockstar. Я знаю, что Rockstar, кстати, в Англии платит не очень много, потому что здесь большая часть офиса Rockstar это QA. Насколько мне известно. А по поводу Exceptional Talenteer Visa это известная международная история, что по этой теме очень много игровая индустрия возила не только в Англию, но и в Америку в первую очередь, наверное. Хотя, возможно, это и был комментарий про Америку, потому что я слышал какой-то не скандал, но то, что индийское комьюнити и еще какое-то очень много проталкивало по этой квоте своих людей. Ну, типа, из одного офиса в другой офис. Короче, там, в американский или в английский, из регионального в основной. Отражается ли это на продуктивности и сроках? Я Ольга Копа спрашиваю. Я не понимаю, к какому вопросу это имеет отношение. Сори, я листаю так, ну, чат. Уточните, я отвечу. К слову, про компьютерное образование. Один из создателей Хаскеля, Саймон Пейтон Джонс, реформировал в свое время английское школьное компьютерное образование. Да, да, это известный, известный факт. Не смог открыть счет в UK. Да. Долбанный proof of address. Да. Как Станислав Катруца. Вот, исправили. Спасибо. Я, опять же, я дико извиняюсь. Станислав Катруца написал на русском языке, как правильно считается. Я исправился. Просто дело в том, что в английской транскрипции получается иногда очень странно. Если я кого-то неправильно называю по имени или по фамилии, вы меня, пожалуйста, исправляйте. Я, как-то, понятное дело, что не со зла. В, да, в английских компаниях сертификаты PMI, CPM, PMP и так далее. Ценятся ли эти сертификаты? Ну, в какой-то мере. В какой-то мере, в принципе. Англия вообще любит бумажки. Ну, в целом. То есть, поэтому, если у вас есть какое-то количество грамот, наград, металей, там, всего остального и так далее, вы можете как-то это нормально презентовать и представить. Делайте это. Это будет, возможно, это нерешающая история, но, возможно, это некий плюс, который позволит стрелочке, вот так, на красном, чуть-чуть еще. То есть, перегнуться и привести к положительному для вас решению. То есть, в принципе, ну, не помешает. Там. Михаил Михаил, отлично, что теперь в Ютубе удобно слушать, если нет возможности смотреть, свернул и звук идет. Да, премиум Ютубчик такое позволяет. А история будет. BBC, микро, амига, вот это все не готов сегодня. Rockstar от Норс в Эдинбурге, там главный The Office. Ну, вот я, кстати, не знал по этому поводу, потому что я слышал о том, что Rockstar в Англии платит не очень много. Ответил на все вопросы в чате. Давайте, давайте еще расскажу по поводу того, как устроена бытовая часть работы. возможно и в принципе как тут устраиваться вообще будет. Бытовая часть работы устроена таким образом, что в зависимости от вашей работы, в зависимости от региона, Англия более склонна в игровой индустрии к относительно свободному рабочему дню. если вы работаете в маркетинге без дэви и прочих всяких штуковинах, вы скорее всего будете в офисе, вы можете быть опциональным, вам могут говорить, что там, условно говоря, с 8, там, с 9, там, до 3, 4, вы свободны, но тот, кто знаком с этими профессиями, знает, что на телефоне вы всегда. Вторая тема, которая по распорядку имеет отношение к Лондону и особенно она имеет отношение интересный факт. City of London это другая административная единица внутри Лондона. Кто не в курсе, это место, где находятся всякие банки, крупные корпорации и весь этот финансовый мир. Это британский Wall Street, но город при этом. Почему City of London отдельная административная единица? Если вы любите историю, почитайте, потому что это единственный район Лондона, который в свое время был не захвачен Вильгельмом-завоевателем. И поэтому он сохранил вот такое удивительное свое качество. Короче, вот там находится очень много офисов. Многие, кто приезжает в Лондон, говорят, а почему англичане в 4 часа уже все в Лондоне в паве и бухают? Потому что большинство компаний, которые находятся вот в куче таких районов, это люди, которые приходят в 8 утра, на разнице часовых поясов отдают кучу решений и распоряжений, работают с огромным количеством стресса, в 3-4 они уже варены и заканчиваются, вываливаются, идут в паб и накидываются. То есть, как бы на этой теме. Но до 4-х успевают все сделать. Потому что Англия, Лондон до сих пор это центр принятия решений, которые отдаются в кучу региональных офисов. Это очень чувствуется местами. По поводу, вот тоже Ольга в Копоге, по поводу корпоративной культуры по сравнению с другими странами, ну, известная, пресловутая британская, как это правильно сказать, ну, это невежливость, это спокойствие, которое требуется в офисе и в работе. То есть, здесь в этом смысле не стоит как-то и не надо терять относительно лицо. Если вы начинаете скандалить и выяснять отношения, кричать, махать руками, то вы уже проиграли. Надо все делать с очень спокойным выражением лица. Худшее, что может быть для англичанина, это в рабочей ситуации lost of control, так называемый. Все должно быть взвешено, вы должны быть крайне терпеливы, выдержаны, стрессоустойчивы и не идти и не проявлять прямых конфронтаций. То есть, как бы, вот в этом плане Англия очень учит. Там даже вот там эмоциональных людей я считаю достаточно импульсивным, но вот после четырех лет тут уже нет, не очень импульсивен. Педантичность, да, сроки не опаздывать на встречи, к времени здесь относится, в общем-то, в рабочей среде, к времени здесь относится крайне серьезно. Не в рабочей среде. Англичане местами очень дико выбешивают тем, как они просто плюют на время. Ну, серьезно. Это отчасти миф. В работе, в работе типа да, а так нет. Вот холоднокровие, да, говорят, да, это хорошее определение, но это скорее хладнокровие, да, нормально. А при этом англичане, и это очень видно внутри корпоративной структуры, они очень инсекюр. Англичанин очень боится потерять работу. Очень. Это и страх, и позор, и многое в работе. Это не как в Японии, но инсекюрити и неуверенность в себе, она очень чувствуется в стране. В среднем по больнице англичане нещедрые люди. Принято скорее экономить, чем там направо и налево баблом. Этого никто не любит, даже если вы начинаете это вдруг угощать всех и так далее. Это считается типа физи. То есть, как бы это не круто. при этом да, внутри корпорации тоже есть вот эти выезды все, когда все там выезжают компанией и типа там накидываются вполне себе тоже, как и везде корпоративам тут не чуждо эта вся история. Но это такой пап на выезде. То есть, это бывает. Почему англичане боятся потерять работу? Из-за имиджа или плохой поддержки государства? Спрашивает Ольга. Я не знаю, мне кажется, что это культурологический фактор некий. это еще раз вот неуверенность. То есть, вот в себе. То есть, как бы и боязнь каких-то перемен там, изменений, устроенности там и так далее. Опять же, то есть, я нам тяжело понять этот момент. Но здесь вот так вот. Глеб Кудрявцев спрашивает, насколько в среднем у лондонцев уровень life-work-balance? Я в Хельсинки по сравнению с Москвой тут, по-моему, все очень сильно смещено в сторону life. Я сказал бы, что именно в Лондоне в сторону work. Если говорить об остальной Англии, то work-life лучше, сильно лучше. Особенно на юг. Многие работают дома, в выходные принято считать выходными. здесь вдвойне западло звонить по выходным или не в рабочее время и так далее. Я считаю, с той точки зрения, что, наверное, могли бы поактивнее быть, но, с другой стороны, чужой монастырь. Поэтому я, скорее, сам со своей стороны адаптировался в сторону вот, ну, как-то такого более чил, расслабленного момента. Лагает сорян. Сорян, сорян. Возможно, немножко интернет у меня протупил. В Гилфорде можно устроить легендарную пивную милю. В любом, Миша, английском маленьком городке, деревне или даже хуторе из четырех домов можно устроить пивную милю. Я тебе это гарантирую. То есть, Англия это страна с количеством пабов на квадратный метр совершенно дичайшим. То есть, как бы, здесь это важные места для публичного досуга, общения и так далее. Вот. То есть, там, чего еще принято знать? Кстати, вот этот вот рабочий момент по поводу поведения, он отчасти влияет и на то, как люди строят свой отдых. в... Ну, что я здесь имею в виду? Имею в виду, что если ты живешь в каком-нибудь небольшом городке на 20 тысяч, в... ты поедешь на выходных бухать в Лондон. То есть, вот скорее, скорее вот так. Там набухаешь, что же в грязину и потом приедешь. Это как мини-отпуск для англичан, то есть, как бы, в этом смысле. Не принято напиваться в там, где ты живешь. Если ты куда-то выехал на выезд, там принято отрываться на полную катушку. А вот в Лондоне, вот вы видели многие пятницы в Лондоне, так называемые, это приезжие люди, скорее всего. Прям лондонцы, они так особо как-то нет. Это те, кто приехал в Лондон на затусить. То есть, как бы, вот именно на оторваться прям в грязину. То есть, вот это да. Какого жить в Англии и не пить, Ольга? Копа говорит, я абсолютно, Ольга, с вами согласен. Жить в Англии и не пить, это как-то, наверное, странно. Но, с другой стороны, вот я сейчас говорил, я сейчас не пью, потому что, ну, я сам не пью просто. И поэтому, ну, что, сиди дома на карантине, глупость какая-то. Фантикор, вечер дорогой. Переработки. Какое отношение к работе по выходным, дедлайны и так далее? Очень сильно зависит от состояния, в котором, на котором, на каком шагу компания находится. В компаниях, которые уже устоялись и которые побольше с наличием и чара и так далее, считается, что переработки это не круто. И вас никогда не будут стимулировать в переработке. Это считается, здесь это повод для такого микроскандала, даже в тусовке. Если вы стартап, там может быть что угодно. Ну, тут, тут, тут есть стартап-сцена, тут есть финансовая сцена, тут есть своя история, ну как, ну типа долины, но здесь, здесь свой, своя финансовая экосистема при этом. Но здесь тоже, как бы, вот это вот все работает и стартапы, конечно же, могут работать и крайне неуставно. То есть, ну, а на то и не стартап. Слава Смирнов спрашивает, а ты часто бываешь в Лондоне по работе? Ну, мы не берем сейчас, само собой, но в среднем где-нибудь раз в две недели я думаю, что я езжу в Лондон. Когда езжу в Лондон, наверное, там остаюсь, там на ночь, там периодически вечером в Гулевоне с партнерами, там с друзьями, то есть, на следующий день еду обратно. Стараюсь провести все встречи в Лондоне за, на следующие две недели, там за день-два в Токио. Насколько безопасно сейчас в Лондоне в связи с последними событиями в США. Лондон в целом крайне безопасный город. В целом. Есть Ист-Лондон, который, ну, всегда немножко стрёмный. Но, вообще, сейчас Лондон стал сильно, 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 сильно безопаснее. То есть, условно, там какой-то гэнгзом в Лондон или там телефильм Снэч и все вот это про всякую мафию, это фэнтези сейчас такое уже, более-менее. А сейчас, ввиду того, что там какие-то беспорядки были и так далее. Но я шутил по этому поводу. Я говорю, что вот Америки там были протесты, а в Лондоне, ну, вышли там, милиционеру, там, каску сломали, из Союз Печати флажок сожгли, там, поорали, постояли, в Гайд-парке, да по домам разошлись. Ну, в смысле, в Англии, в Англии при этом есть своя история подобных протестов, но она, это не центр зачастую, это Бристоль там, и, кстати, и Брайтон тоже, но это, это не центр. То есть, как бы здесь, в Лондоне обычно не устраивают прям таких, таких там, жестяковых, ну, 70-х, по-моему, тут не было такого ничего хардкорного в Лондоне. Путешествовал по Англии, что понравилось, были сейчас на восточном побережье, было шоком, разгруха, грязь цыганей, с 9 утра на улицах уже начавшие пить и совсем не стояние. Ну, я не был на востоке, и я не езжу на север, на юге все хорошо. Путешествовали по всему югу, нам очень нравится, Лондон очень нравится, Оксфорд прикольный. Я был в Шотландии, мне очень нравится в Шотландии с точки зрения природы, дистиллерис, там леса прикольные и так далее. Там, там вот очень здорово. Хочу еще в Ирландии, сезон, понятно, что там будет посвободнее, там поспокойнее и так далее. Я не очень много путешествую по Англии, хотя мне все говорят, что это надо срочно делать, но тут момент какой, когда можно ездить, я обычно столько летаю, что, ну, у меня идеальные выходные это дома на диване мне предоставляется как идея. Арсений Хлебцехлебцев, а насколько стоит вопрос с покупкой дома квартиры после переезда или это что-то сложно достижимое? Нет, не очень сложно достижимое, для этого нужна кредитная история и возможность доступа к моргаджу. Ну, в смысле, когда он показывает всякие фильмы про силиконовые долины, про этих состоявшихся около миллионеров, купленные дома и так далее, это все в кредит. Все в кредит. Кредиты здесь не как в России и Украине, кредитная ставка здесь в целом там 2-2,3%, 2,8% в прыжке. Моргадж с возможностью реморгаджа. Недвига при этом дорогая в хороших местах и в целом относительно доступная на кредиты по 20-30 лет в местах менее привилегированных, назовем так. В Гилфорде и на юге Гилфорд это один из самых дорогих городов Англии. То есть, здесь там двухкомнатная квартира будет стоить полмиллиона фунтов. Там, 450, полмиллиона. А на юг где-нибудь в сторону Брайтона она будет стоить 400 тысяч фунтов. 350. То же самое где-нибудь за Бирмингемом и вверх вы купите за 250, наверное. То есть, ну вот такие такие расценки. Но, ну в Лондоне в Лондоне цены или как Гилфорде или чуть ниже. То есть, могут быть. Опять же, здесь по недвижимости нужно прям совсем изучать вопрос. Потому что здесь миллиард квазиллион опций разнообразных всяких хитрых условностей связанных с домами. Там, возможностями выкупа влизингов там и так далее и так далее и так далее. Плюс, если вы прожили уже 2-3 года, здесь есть всякие программы опции типа Help to Buy когда вам там дают там деньги в бесплатные кредиты там и так далее. Ну, в смысле это это решаемый вопрос если в него упороться если вам банк дает кредит. Чтобы вам банк дал кредит, вам нужно, чтобы вам 3 года стабильно платили зарплату и чтобы вы могли показать там ну, типа, что у вас не было провалов каких-то там и вы где-то жестко не зашкварились в кредитной истории. Ну, потому что это же такой рейтинг, который измеряется по Household по людям по определенным и там есть разные факторы, которые влияют на всю эту историю. Там от того, если вы можете голосовать по каким-то причинам, что вы, наверное, не можете я не могу типа там на локальных выборах, но не голосуете, это минус кредитный рейтинг, например. Там или вы вы взяли кредит в банке и не вовремя гасили кредитные выплаты своему банку там на каком-то микрокредите. То есть это сильно влияет. Один из советов для того, чтобы строить кредитную линию, это переехать, поработать первый год, взять кредит там на тысяч 10 машину, например, и исправно его выплатить. Это пойдет вам в существенный плюс. То есть как бы когда есть кредитная история, когда есть все окей, ну, в смысле вы с относительной легкостью можете выстроить доступ к кредитной линии там до 500-600 тысяч наверное за три года. если вы этим занимаетесь. Если вы там как бы ну, внимательны в этом плане. А правда, что многие лондонцы отмечают пятницу в четверг, потому что суббота жестко семейный день. Не знаю, может быть в каких-то кругах. В субботу вполне гудит Лондон тоже. То есть вот я не обращал внимания на такое. Пятница, в пятницу все пьют. Могу сказать, что из интересных фактов по дням это вторник. Вторник это такой некий день комьюнити там в очень многих местах устраивают тематические всякие пати там и так далее. Пол имеет вопрос. Сильно ли политизирована бизнес-тусовка в геймдеве в Англии? Мне очень тяжело ответить на этот вопрос, потому что здесь абсолютно все на 100% три года ходили и говорили Brexit, 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 Brexit. Ну, то есть ну, ну, в смысле это, ну это был это такая стала социал-темой для разговора при этом средний британец разбирается в политике своей страны более того на уровне не только там бипартийной системы а на уровне из своего типа локального сети-консула там ну, мэрии там и так далее. Ну, потому что для британца в первую очередь политика состоит из двух слоев. Первое, это все очень любят поговорить про то, что там Корбин неудачник Тори задрали там вот это все в парламенте помахать руками и так далее но все понимают что многие важные практические функции из области построят мост через речку еще один и починят вокзал или нет они решаются за счет твоего голоса на локальных выборах которые реалистичны которые сильно местами важнее чем 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 глобальный вот в этом отношении как бы ок но но вообще здесь политика это отдельная плоскость но в плане она не мешает она не ссорит людей там зачастую и с Брекситом была некая поляризация да то есть как бы прошла но до этого не было а и через какое-то время тоже все начали забивать на это и такие не важно то есть как бы это не сильно влияет мак гравикейпер какие концерты Алексей посещаете может с кем из музыкантов знакомы что из юмора предпочитаете мать и вы уж нравится гравицаппер понял хорошо я видите с английским гравицаппер читаю поэтому поэтому вот концерты хожу хожу на флоренс мне очень нравится флоренс машин концерты всегда крутые я это я вписан в клуб груча который для музыкантов энтертейнеров и так далее дружу с Тимом Эбботом это продюсер бывшей группы Oasis который хорошо знает Фатбус Лима там и так далее и так далее ну и вот вот в груче там дофига там и музыкантов и чуваков из BBC там тусуются и режиссеров там и так далее последний раз случайно пересеклись с продюсером банд Нью-Йорк там попили пиво пообщались прикольно по юмору Мэть Буш так клево вообще мне в принципе британский юмор всегда нравился и типа тут тут так вообще есть очень смешной феномен британское телевидение очень странное когда вам так говорят верьте ну оно очень странное такое ощущение что оно как бы в многом в 90-х тут как бы популярно вот шоу типа Дом-2 здесь очень много викторин типа Поле чудес там Сад-Огород передачи повсюду то есть вот телевидение вот такое и это но это по-своему доставляет то есть вот такое в Англии в Англии прикольная стендаперская сцена да что ж такое что ж с фокусом там сегодня творится с камерой не могу понять почему так оно делает почему-то помутнела картинка зеленочка оп все видели 4-7 не знаю не знаю почему-то почему-то картинка стала более вот заладилась фокус вот здесь прикольная стендаперская сцена и я периодически похаживаю здесь такой для игровой индустрии черити благотворительность все деньги которые ты платишь которые комики собирают они отдают их детям которые там с синдромом дауна и которым помогают они через компьютерные игры там и так далее я туда похаживаю тоже но вообще Англия это место крутой музыки вот прям крутой музыки если вы любите музу особенно британскую сцену то есть здесь здесь везде играет что-то хорошее с моей точки зрения откуда-то то есть как бы в этом плане очень здорово Слава Смирнов а еще правда что покупая дом и землю ты не покупаешь дом и землю как таковые ты покупаешь право на аренду этого имущества на несколько десятков лет как вообще с покупкой недвижимости ну ну типа это зависит от того какая у тебя сделка есть это лиз ну так называемый или не лиз ну то есть как бы бывает и так бывает и так бывает выкуп покупка бывает ну типа в аренду есть еще очень странные формы там из области того что ты типа покупаешь есть дома которые можно купить только после пенсии но после того как ты его покупаешь и умираешь он переходит какой-то там жилой фонд тоже то есть я поэтому говорю что в недвижении нужно здесь копаться разбираться очень-очень-очень-очень очень глубоко потому что сделок там миллион разных вариантов совершенно разных Ольга Копа что больше всего нравится в Англии ощущение того что я у бабушки на даче все время в Гилфорде я живу еще рядом с парком и я вот вот так вот там хожу это в кепке там в шортах в тапках собаку гуляю и в ну и и как-то все вот такое вот спокойное рядом это паб можно выйти накидаться там если большое желание в смысле через через 30 метров сюда очень прикольно возвращаться то есть ну в плане после какого-нибудь Сан-Франциско ты приезжаешь вот это спокойствие все это и так далее мне в принципе ну нравится этот контраст мне нравится ездить там по командировкам в какие-нибудь там Москву там ВЛА там шумно куча встреч индустрия все дела и так далее и приезжать обратно в зеленую спокойную Англию и ну вот здесь какие-то птички поют парк рядом то есть как бы вот такой вот все Гилфорд еще такой городок здесь ложатся спать там условно в 10 вечера в основном ну такой он семейный при том что здесь есть универ и в центре там есть тусовка если кому-то сильно надо он еще в целом семейный о ролеге VR все еще в тренде для эпиков или интерес к этой теме уже особый я не назвал бы просто VR темой ну в смысле VR это платформа а на VR можно очень по-разному делать всякое то есть нам очень интересен VR с точки зрения не игрового применения либо с точки зрения интересного подхода к играм ну прям очень интересно если это какая-то стандартный джемпскер хоррор ну типа там такой с средней графикой наверное нет но если это какое-то оригинальное применение интерфейса именно как VR ну это всегда прикольно то есть я вообще у меня такое ну особенное отношение к платформе я считаю что ее потенциал к сожалению не исчерпан еще и процентов даже на 10 наверное и в этом плане нас симуляции и тренировки и Enterprise опережает там с сумасшедшими там семимильными шагами вперед то есть а игры пока вот к сожалению ну вот так вот Ольга Купа в Голландии пьют в четверг чтобы не портить субботу похмельем не здесь короче воскресенье кстати вот не особо пьют а пятница суббота вполне но то что там тоже сверху там говорю славу насчет типа субботу могут в субботу с семьей бухать ну то есть здесь кстати очень англичане семейные в этом смысле там собраться все вместе какой-то extended family там типа там попить погулять сосиски пожарить там не знаю там побродить это такое ничто не чуждо то есть как бы все это дело любят волшебные страны конечно да хорошо там где нас нет ну я не знаю отчасти правда отчасти со временем то есть как бы в в ну мне мне нравится то есть как бы я при этом я люблю Украину но я я что-то ну не ехал бы обратно не знаю мне кажется что там как-то очень много движухи люди создают Украина супер предпринимательская страна в этом смысле это наверное положительное качество но мне кажется что я не знаю то ли я здесь уже отвык от суеты очень сильно то ли я может что-то старше просто стал но мне вот это вот давай встретимся обсудим срочно вот это замутим вот это сделаем вот это короче все дела и так далее у меня голова начинает болеть я не могу ну то есть мне я привык к местному ритму вот наверное вот так вот то есть а в славянских странах ритм очень очень высокий всего то есть если разобраться здесь сильно медленнее мне больше нравится возможно я жил бы в Америке не везде наверное я точно наверное не жил бы в Азии ну мне просто я не очень понимаю культуру наверное я не жил бы там где я не мог бы говорить на английском или русском языке точно для меня язык очень важен то есть там переезжать куда-то и учить условный немецкий язык Германию не вообще нет нет типа ну как-то как-то так хорошо там где нас нет наверное не знаю поле мид спасибо ты правильно ответил на заданный вопрос по поляризации ну нет англичане все-таки когда дело доходит до каких-то вот прям моментов когда надо собраться с мыслями они обычно ну типа все-таки как-то корнейшен там присутств понять Андрей миллион у нас Лондон в пятницу в 3 пм разное сипи в офисе и офис плавно перетекает в большие пабы ну и в будни в обед если с английскими коллегами пинточку не разделить будут вопросы ну да ну в смысле здесь кстати в обед ну типа выпить не грешно вообще я не сказал бы что в этом будут вопросы там типа хочешь пить хочешь не пить никто никого особо не заставляет но кстати вот тем кто тем кто ну пьет по работе я имею ввиду в хорошем смысле этого слова который привык знаете как-то за застольями там какие-то вопросы решать либо там как-то в этом секторе есть короче такое наблюдение что культуры алкогольного потребления ну разные то есть мы все-таки больше на hard spirits наверное ориентированы здесь очень сильно Англия и Франция они про вино и эль и короче вот у меня по опыту переезда главный киллер это эль потому что многие кто в этом вопросе неглубоко разбирается или на себе это не испытывал считают что эль это как бы пиво эль это не пиво эль это не ферментированное пиво в первую очередь во вторых оно сильно более зашибает тот факт что оно не ферментированное означает что если у вас как у меня печень не очень быстро процессит короче все эти штуковины алкоголь вы пьянете сильно медленнее и если вы можете выпить 10 стаканов пива и у вас будет в принципе все относительно окей не удивляйтесь если после 4 стаканов эля вы будете в говно ну в смысле ну вот так вот при этом при том что условно говоря там русские люди могут выпить бутылку водки и тусоваться на коротком спринте английские люди могут пить пиво и вино 8 часов подряд и стоять на ногах и входят в состояние вот такого какого-то просто сошел тусовки то есть как бы они их вообще очень тяжело с ног повалить в этом плане я знаю многие славянские люди которые вот приезжали и пробовали как-то себя там проявить в этом плане они часто оказывались под столом потому что на короткой дистанции там молодец на короткой дистанции как говорится лев толстой она длинная Алексей вот поэтому поэтому вы держите в голове что здесь ну все не так просто как кажется в этом отношении Александр Компонец интересный рассказ вот дом земля медицина да а вот если эпики придут и скажут чувак ты мощный надо релокейтнуться тебе куда-то ну скажем Барселону поднимать там новую целину насколько это станет трагедией Александр Компонец хороший вопрос хороший вопрос я думаю это будет зависеть от задач от рынка и я все равно постараюсь не ехать в Барселону ну то есть вот как-то как-то так в ну в смысле тут надо понимать да что у меня здесь очень много всего совпало я очень люблю компанию там работу и так далее но если компания там предложит какой-то вариант который мне сильно не понравится ну придется поменять компанию ну в смысле но Эпик так не делает тут у Эпика нет вот этого вот типа мы тебя отправили туда ну типа я знаю что у меня просто я знаю по себе что у меня была была идея там определенного открытия направления ну мы побеседовали я сказал что я ну не считаю это хорошим планом я не готов и никто не заставлял то есть как бы здесь в Эпике мнение сотрудника очень сильно считывается оно чуть ли не главенствующее на самом деле у нас в этом плане это настолько типа респект и уважение к сотрудникам плюс некая доля социализма что я даже считаю что это перебор но так компания устроена культура быта очень высокая то есть в конторе Алексей как вы относитесь к Буковске и Довлатову я очень люблю Довлатову в Буковске я не могу сказать что я прям настолько знаком с творчеством Довлатову очень люблю а в Довлатову очень классный и в там вообще я с Довлатовым познакомился примерно в то же самое время когда я вообще познакомился с кучей чуваков которые вот и писали про эмиграцию и про и из эмиграции и разнообразные рассказы по там диссидентская всякая литература там и и так далее вот но Довлатов сам прикольный как по мне периодически перечитываю я наверное из таких писателей которые типа принято считать что они супер гениальные если это связано с темой эмиграции единственное чего я не разделяю наверное я вот ну Набокова я не очень понимаю он очень прикольно пишет он очень прикольный язык я его очень уважаю как лингвист ну в смысле русский человек который пишет на таком английском языке это это сумасшедший вышаг вообще просто но мне не очень нравится проявление вот как-то так я наверное отвечу на новые риги тоже птички поют и все ложатся спать 10 вечера при этом стоит примерно так же сори это моя личная боль просто мне кажется что мир вообще меняется в такую сторону что как эти close-gated communities да то есть как бы они ну в любой стране мира в любой точке мира они окей на 100% потенциал VR это матрица я понимаю в какую сторону вы говорите но я дело в том что считаю что давайте немножко разъясню про VR я считаю что попытка использовать VR так как его начали использовать на старте это натягивание совы на глобус ну в том смысле что это натягивание принципиально нового интерфейса на старые механики и AR то же самое то есть вот мы там разговаривали да вот у меня там идеи насколько круто было бы смотреть VR насколько круто было бы делать под AR фильмы ужасов которых ты в очках полупрозрачных его смотришь на телевизоре но он постоянно тебе еще добавляет что-то справа слева там и ты вот в этом супер там 4-5 или там какой угодно да то есть там получаешь совершенно другой заряд с точки зрения дополненного нарратива от этого 360 но это интересно там или там VR например с точки зрения ну именно именно интерфейса когда ты не привязан к антропоморфным функциям когда ты не обязательно там человечек когда это попытка сделать схизматрицу Бена Стерлинга когда ты чистая трансцендентная сущность которая витает общается с другими сущностями там по принципиально каким-то другим правилам которые задаются игрой вот такие вот какие-то вещи да почему почему это должно почему когда появляется новая платформа даже с принципиально новым интерфейсом типа VR это должно все равно быть вы в страшном доме вы идете там ну типа и на вас там из-за угла выезжает танк ну в смысле я понимаю что это такая некоторая инерция мышления и лень но но мне кажется что все эти новые темы отчасти и не довнедрились в рынок потому что они не доотрабатывают своих реальных возможностей ну вот вот у меня такое мнение опять же ну ну типа с VR да вот какая какую извините возможность предоставил предоставил коронавирус с точки зрения виртуальных ивентов я это привожу в пример я это буду дальше приводить в пример ну все пошли и сделали в ивент к лонгеймрума в плохой графике там их 50 сейчас на рынке из которых 30 под отпиленные инвесторские бабки на рискин на VR и VR а в половине случаев VR это это вообще просто модное слово гиммик на которое поднимают бабки ну то есть как бы ну вот в этом проблема то есть как бы проблема в сне разума который рождает чудовищ с моей точки зрения и том что люди просто ленятся а вот действительно какие-то крутые подходы какие-то крутые интересные истории которые которые работают именно вот вот с тем что это же ну это это вот оп да то есть как бы и там и перед тобой совсем другая история сломанные даже не четвертые а три стены сломанные одновременно то есть как бы вот в этом плане в этом плане хотелось бы конечно видеть ну более интересные какие-то штуковины в please feel free to спрашивает на что в UK больше смотрят рекрутеры нанимая людей из СНГ на нетехнические должности и игровые в эти компании я попробую ответить здесь так вообще западные компании очень сильно смотрят на софт-скиллы софт-скиллы отсутствие токсичности причем настоящей токсичности они как у нас сейчас стало модно в интернете на возможность адаптироваться при этом вам понадобится много терпения все равно в любой в любом заграничном переезде в любой попытке адаптироваться на другое общество вам понадобится много терпения в первую очередь потому что сначала будет типа о как все интересно потом будет ну какие-то первые друзья прикольные встраиваются и так далее а потом вы бьетесь в некую невидимую стену которая ну вы не можете преодолеть потому что вы не местный ну что вы не британец например в этом случае и вас не еще не любят ну то есть как бы ну в смысле не не любят а в плане ну не спешат там как это обниматься назовем это так и строительство репутации после этого момента это уже очень медленная кропотливая и тяжелая работа на работе этот тоже рекомендует я так подозреваю что если вы какой-то просто очень крутой программист будут смотреть на наверное хардскилы если вы если от вас ожидают какой-то бизнес командной работы игры там и так далее будут смотреть на весь софт скилл сет в том числе там на на иностранство устойчивость там адаптационность на язык на возможность учиться на возможность слушать на поведение в обществе там и так далее то есть как бы это все важные вещи англичане Ольга Казаковская англичане читают книги много читающих людей или что они предпочитают англичане читают книги я могу сказать что англичане наверное читают книги не могу сказать что как советские люди но для сравнения но книжная это модное место оно всегда на хай стрит люди книжки покупают читают в парках читают очень много покупают в аэропортах и на вокзалах в главной дистрибуционной сети Англия выпускает очень много книг читают метро книжки книжки любят то есть в целом любят Англия очень любит при этом по жанрам очень любит такую полупублицистику в нонфикшн с точки зрения мемуаров там и так далее и триллер детектив то есть не любит фантазифантастику особо young teen может быть то есть там более-менее но в целом вот это это вот то что я перечислил я знаю потому что я изучал ну рынок придем к своей книжке пускать то есть там фантастика ругательства в Англии в целом очень любит своих титульных авторов очень любит там всяких там Дугласа Вадамса Пратчетов там Толкинов ну то есть людей которые прям вот их их чуваки то есть как бы ну роллинг понятно очень сильно любит и добившись успешности становишься британцем возможно слышу я это периодически о себе чем занимаешься смотрю как деревья растут понятно все суетишься да да здесь вот к этому приходишь нет это не хейт в сторону Англии мне лично очень нравится Таня которое весьма похоже по общему ритму и ощущению на Англию но люди как-то приятнее что ли говорит Александр Береза просто так сложилось что после учебы в Бирмингеме не остался работать а вернулся домой мне кажется что мы просто все находим для себя какие-то комфортные места по менталитету для меня в этом смысле все очень просто потому что ну я с детства очень люблю английский язык я очень люблю английскую литературу я с детства читал Майна Рида там Толкина и так далее мне просто в принципе нравится британская культура до уровня местами когда мне местные говорят что попустись ты это говно в смысле никто 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 не слушает фантома оперы там кошки здесь и так далее что Иисус Христос суперзвезда что ты тут напеваешь Сару Брайтман с ума сошел ну типа короче вот такие какие-то вещи поэтому для меня это просто очень логичный переезд для меня это культурно близкая страна я при этом еще раз посмотрите я очень слабо себя представляю в какой-то любой другой европейской стране вообще я был вот где-где в Европе я был ну везде и я вот вообще Франции нет Германии нет Польша нет там Хорватия может быть туристическая ее часть при этом Загреб нет Сербия нет ну типа Балкана нет вообще прикольно съездить пообщаться потусоваться типа там там такое Голландия сыро прикольно заехать тоже ну жить нет то есть там север весь холодный не нравится не люблю такое в Англии тепло кстати вот теплое течение Гольфстрим и здесь вот тут я за мои 4 с чем-то года здесь здесь однажды выпал снег и местные тут все как умалишенные бегали бабули пили и вот это все здесь тепло то есть как бы Дэнни а сколько вэли градусов или все дело в технологии производства напитка он тяжелее и дело в технологии но он он тяжелее сам по себе там там больше оборотов в нем Даня а как же проблема стоимости VR так ну я тоже часто на эту программу говорю об этом но на Oculus Quest он набирает темпы прям какими-то бешеными вообще заходами и мне кажется что проблему стоимости VR они ее решат и решат достаточно быстро мне кажется что здесь скорее проблема сейчас в том что это супер фрагментированная платформа без наличия в общем-то неких единых сетей дистрибуции там таких как App Store там Steam или в случае Android с его бешеной фрагментацией в Google Store какого-нибудь ну в смысле с дистрибуцией приложения тоже проблем интересно посмотреть как как с этим справиться лично для меня с VR основная проблема это неудобство устройств вот я все все могу простить мне очень нравится при этом играть в какие-нибудь странные там приколы типа на Steam ржали в Resident Evil 7 когда там ходишь выглядываешь тебе там лопатой по голове бьют даже это интересно ну там приокряжешься там такое то есть там при том что только что тут ругался на это просто в Resident Evil это очень хорошо сделано вот вот даже это очень хорошо сделано или там в клетке даже там типа акулы и все но я не могу я после того как у меня шлем на голове может у меня голова нестандартная но после того как у меня шлем на голове 30-40 минут у меня реально я себя некомфортно чувствую мне неудобно мне там тяжело неприятно у меня лоб потеет и так далее у меня вопрос именно к UX и к рогаемкости устройств ну то есть если будет какой-то суперудобный девайс который позволяет его фактически не замечать на голове и играть в типа какие-то такие интересные игры я пойду сразу куплю там буду им пользоваться ну в смысле какие вопросы у меня при этом есть я выбрал из всего что я пробовал в офисе понятно что и все я купил себе PSVR он мне кажется по играм по контентам самый прикольный VS Shell Вячеслав Шелкановцев надеюсь правильно извините если нет привет подскажи как отслеживаются доходы с продаж игр на Unreal Engine например игра достигла нужной суммы по которой я должен делать отчисления это нужно мне самому вейп писать и так далее да ну в смысле я понимаю как это звучит там типа как в анекдоте тут джентльменам верят на слово и тут как начало вести ну мы доверяем разработчикам то есть мы там есть страница по релиз пейдж вы делаете игру и после того как вы достигаете там типа миллиона начинаете платить в роялти обычно я объясняю таким образом контакт с нами и работа с нами там с точки зрения вы на этих суперлиберальных условиях начали выплачивать роялти то есть ваш проект успешен она выгоднее чем не сообщить ну потому что мы помогаем с точки зрения маркетинга бизнес девелопмента включения там в миллион программ разных типа анриал презенс и так далее но всем верим на слово понятно что если будет какой-нибудь там аутраидж случай когда нам откровенно факи тыщут зарабатывая какие-то десятки миллионов морозис и не репорти при этом будучи на юле но в юле есть право аудита я правда не могу сказать что я не могу вспомнить за последний за всю все время здесь чтобы хоть раз использовали типа там но наверное если мы увидим какой-то продукт который откровенно зарабатывает напишем вершевое письмо скажем что типа увидим что у вас все круто получается давайте пообщаемся что у вас роялти и как мы можем вам помочь зарабатывать еще больше как-то так это делается мы не полисим то полисом как глобол мы никого не щемим по этому поводу но при этом как бы еще раз с нами выгоднее просто сотрудничать работать Андрей К Алексей что возьмете из новых консолей PS5 или коробку я наверное возьму PS5 сначала потом посмотрю что по эксклюзивам может быть потом в догонку коробку не знаю вот мне это поколение в котором выглядит что надо то и то будет в итоге брать я опять же я в прошлом в прошлом у меня был Xbox 360 а потом я Пойку тройку брал в этом у меня PlayStation 4 Xbox я брал гонять из офиса и я я думал купить не купить ну я прошел за месяц все эксклюзивы и в общем-то все остальное это на нем есть то есть поэтому вот так но ну как ориентировочно PS5 то есть там потом дальше посмотрим в принципе я наверное больше PlayStation чувак хотя 360 это очень крутая платформа была я считаю прям очень очень хорошая слава Смирнов какой душевный вечер отличная страна классный стример хорошего просвещения спасибо большое один из приколов в рестримах в том что когда я рестримлю лиф на YouTube мне не надо типа взять записанное видео загрузить его вот эти все вещи делать короче это очень стимулирует подольше общаться честно говоря то есть как бы вот тут вот этот момент некий в Аралеге Вячеслав он отвечает отвечал в других видео что если хайпанешь это будут знать все и так а если нет то на доверии ну да да Игорь Вагон говорит я буду делать что-то с VR только когда пятый движ завезут ну окей окей да окей я не знаю я честно говоря вот я при том что я приводил какие-то примеры про VR если бы я делал продукт какой-то я я не знаю что бы я делал прям бы делал бы прям бы на него вот я не знаю вернее нет я у меня была идея крутая мне кажется что VR VR очень сильно можно сделать очень крутой крутую крутую игру которая помните была Валей Нуар короче супер крутая технология анимационная которая по выражению лица и по лицевой анимации нужно было определять врет на допросе собеседник или нет вот мне кажется в VR он очень он очень в эту сторону был бы приколен про какой-нибудь детектив или триллер для того чтобы на ультра лицевой анимации вообще по допросам там и вообще по вот этой вот всей физиономике там и так далее и что-то что-то такое сделать вот это вот это было бы интересным продукт для меня я бы даже такое поделал и анимации орлеге тем более сейчас уже отчисления от миллиона так что ну да понятно системные требования для анриал 5 будут такие же как для анриал 4 спрашивает киргиз киргиз не могу сказать пока ну не анонсировано мы не можем пока говорить по этому поводу но скоро будет появляться больше информации ольга как вы работали над софтскилами с трудом для меня это было сложное сложный экспириенс в принципе я вроде как такой коммуникативный открытый чувак там ну типа с какой-то определенной своеобразной морально-этической шкалой то есть открытый для разного там типа экспириенса там мне нравятся другие страны и так далее но вот то что касается конкретно встраивания в работу в другой стране и одновременно в компании типа эпика это непросто ну непросто в первую очередь потому что во-первых ты работаешь с людьми которые квалифицируются как легендарка там какого-то 80 уровня а мне мне постоянно хочется хочется что-то доказать всегда в таком инвайронменте а это не лучшие позывы вот то есть я не знаю это по-моему была моя самая главная проблема я все время пытался выпрыгнуть и как-то вот подоказывать что типа вот я тоже крутой я тоже могу там и так далее и меня честно говоря это чаще пол бубило там чем остальное но при этом ну хочется же как это старшим пацанам показать что ты тоже молодец ну то есть как знаешь детская черта но вот она такая достаточно сложная вот поймать свой ритм тяжело реально второй момент это когда ты все-таки ловишь свой ритм и когда ты перестраиваешься очень тяжело возвращаться в инвайронмент который ну с которым ты работаешь который твой родной в том числе потому что и устраивать работу с людьми потому что ну там переезжаю общаюсь там с кем-то и ну для меня короче за подло налоги не платить например ну и не из соображений в там не знаю того что в как это я плачу и выплатить нет ну просто тут как-то как-то так вот тут вживаешься и ты ходишь там в школу на чистые дороги смотришь понимаешь что это все-таки результат вот этого всего а ты в Украину приезжаешь и тебе говорят такой тип налоги ты че лошар а ты такой а тебе а тебе типа че нахватался своих там привычек уехал типа там выеживаешься а ты такой о блин но это тяжелые ситуации вот вот сами по себе то есть как бы и они они не то что они не специально возникают но ну ты ну вот ну вот ну вот оно вот так работает там или или вот одна из черт которая тоже это и плюс и минус одновременно типа вот там славянского менталитета которую в себе здесь приходится подавлять и которая раздражает когда ты видишь других потом это желание срезать углы типа там добазариться для того чтобы там как-то вот быстрее там расшатать там и так далее от этого очень тяжело избавиться нужно над собой работать и потом когда ты видишь когда кто-то идет лучший пример с английскими людьми английские люди боготворят очереди вот очередь Q да которая типа если кто-то пытается срезать очередь его за шкирку вытянут может быть дадут по морде то есть как бы это худшее здесь можно сделать стоя в очереди плыть без очереди пролезть то есть как бы и вот это вот ну это показательная тема то есть вот вот такие вот штуковины вот это вот тяжелые моменты ну это такая некая ежедневная работа над собой то есть и в присматривании к тому как здесь что работает попытка понять то есть как бы сложно понимать что когда ты переезжаешь что это у меня не первый раз в жизни первый раз я рассказывал на подкасте Песаться жираф я в школе думал что я я 7 лет я учу английский сам самоучка и у меня вроде бы как к этому там ну типа такой немножко талант к языкам и я когда из школы из лицея я пришел в университет я думал что я очень хорошо знаю язык меня очень жестко обломали очень тяжело после 16 лет в индустрии когда тебя уже все знают и когда ты вроде бы как такой бы там чувак который в тусовке рашарин и так далее приезжать куда-то где ты ну почти никто с некими заслухами откуда-то из какой-то странной территории но себя нужно прувить прямо с самого начала и это еще раз это очень тяжело делать потому что ты там сидишь там и за одним столом общаешься с людьми которым там запал тос и которые эту индустрию ну строили там которые там такие а да блин я помню как у него дела там еще мы когда мы дум подписывали там короче помнишь да 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 вот это все ты сидишь такой вот так и такой а я а я а мне а я тоже то есть вот это вот это вот ну вот вот эти вот моменты да то есть выхода выхода из регионального в глобальное то есть во всех отношениях то есть там мы больше понимаем мира это просто очень тяжелый процесс он очень ломкий это более то ты позволяет нужно в этот момент понять что ты ну ты позволяешь катку себя ломать для того чтобы стать лучше и переучиться еще из таких моментов очень тяжело понять что иногда я об этом говорил уже повторюсь у меня это главное открытие там вот текущего возраста и местонахождение и опыта это то что иногда лучшее действие это бездействие вот вот так вот иногда лучше ничего не сделать ничего не сказать не засунуть свое мнение куда-то обязательно и просто просто не обратить внимания на что-то не лезть доказывать что-то вот вот это наверное самые сложные моменты вообще гораздо больше то есть там до вплоть там до каких-то штук там из области здесь все решается почтой по телефону я когда сюда приехал я терпеть не могу по телефону звонить на английском языке решать какие-то вопросы это это для меня был стресс вообще всегда особенно с какими-нибудь там типа ждите лифтовая музыка то есть там все дела там и так далее вот это вот все то есть как бы здесь без этого ты без вариантов странно что фантастику не любят вархаммер живи из Англии вархаммер это не фантастика это культ достояния Великобритании вот я имею ввиду фантастику в книжном мире не очень любят здесь то есть как бы здесь вот такой момент в лесе спрашивают меган маркл действительно настолько осуждают и не любят меган маркл здесь ровно половина любит половина не любит а в меган маркл здесь половина говорят что она эта маромойка понаехала и мозги промыла нашему мальчику и все было хорошо и вообще что эта американка себе позволяет между прочим и как вообще так могло произойти а сейчас злорадствует над над рыжим и вот а половина говорят что наконец-то наконец-то показала ему девка нормальную жизнь любовь и рай в шалаше и вообще эту королевскую всю эту чепуху пора заканчивать там и так далее тема постоянная для короче разговоров тоже до сих пор но уже меньше но было было очень долго популярно и тоже лезь опять и про королеву так ничего и не сказал так а что королева королева тоже наше достояние напомню еще раз историю что есть Англия страна прецедентных законов здесь очень много странных дурацких законов на первый взгляд но их нужно служиться например нельзя нельзя никаким образом обижать гусей и уток это королевские птицы а и потому что если их там пнуть придет полиция и тебя пнет посадит ну потому что это типа это не круто к королевской короне до сих пор принадлежит очень много земли в Англии это очень богатые обеспеченные люди часть налога войдет на шляпки и на корги королеву все любят вот в отличие от премьер-министров политиков и так далее королеву в Англии все любят не любить королеву в Англии это как не любить дельфиновый панд ну в смысле на тебя сразу смотрят как на какого-то очень странного чувака и как у нас с таким уже прошлым который взрывал парламент делают его это сжигают там раз в год на чучели я имею ввиду про ремембр ремембр за фифсом новембр вот поэтому поэтому с королевой ну монархия это один из брендов в Великобритании и здесь королевской семье отношения скорее хорошие здесь очень любят принца Чарльза еще потому что он действительно очень прикольный чувак он там приходит у себя пьет по пинточке там в кабаке там с обычными людьми там и так далее вот ну такие дела феникс 0.89 привет что будет с фортнайтом будет развиваться во всех направлениях совершенно точно и в некоторых из них в которых вы не даже не предполагаете хотя возможно догадываетесь и тоже феникс что будет с движком движок растет и вширь и вверх и по всем вертикалям ну давайте скажем так 3 года назад это был игровой движок а сейчас это движок который используется во всем и везде абсолютно вот вообще во всем и везде там от автоиндустрии до Теслы там SpaceX этого в космос улетевшего там в роботах разных в медицине там в операциях и так далее сейчас это универсальный софтвар который используется для всего последний последний суперкрупный всплеск Unreal после объявления пятого это медиа-энтертеймент ну и использование в кинопроизводстве в реал-тайм рендеринге и что можно с этим сделать я думаю что это коснется не только кино это еще и музыки слив выступлениями концертами коснется там и так далее то есть это универсальный интертеймент ориентированный не только интертеймент ориентированный инструмент я думаю что он будет развиваться во всех направлениях опять же движок это же такая история что вот взяли его и начали использовать кто-нибудь в какой-то новой сфере получили уникальный опыт сделали кейс мы его посмотрели развили помогли ну типа и в итоге опа и новое направление так и возникло ну то есть и Unreal очень гибок и предрасположен к таким трансформациям что очень круто Слава Смирнов вспомнил всегда хотел спросить у русскоговорящего экспата который переехал сложно сформулировать но пробую когда ты оцениваешь нового человека из России ты оцениваешь его по меркам той стороны бизнес-культуры где ты живешь или же скорее пытаешься оценивать его из его культурного контекста мешает такое или уже достаточно глобал мышление Хороший вопрос Мне кажется что я если я пытаюсь оценивать кого-нибудь из его культурного контекста я во-первых смотрю на его какие-то кейсы умения и желания работать в новом для себя контексте а потом смотрю на на возможность и желание адаптироваться в новую культурную среду это это с опытом ты начинаешь оценивать ну ты видишь такие какие-то штуковины и по себе и по каким-то другим примерам кисом и так далее но в целом я не знаю у меня сейчас по-моему как бы фактор какого-то вот как ты говоришь откуда человек у меня по-моему вообще отпал ну в смысле я мне кажется что буду совершенно одинаково оценивать человека там из русскоязычной среды из Европы из Америки вот как-то как-то так при этом возможно какие-то его уникальные черты его культуры будут бросаться в глаза это возможно позволит его как-то персонифицировать оценить там ну и так далее какие-то выводы сделать внутренние но они не будут иметь основополагающего значения то есть это будет скорее знаешь именно такое дополнительное уже good vibes да что-то тоже мне прям понравилось новейны словами про то что вру укр все суетятся в своей среде я имею ввиду то есть общая суетливость она немножко мешает ну типа мне лично мне лично с моим графиком то есть но опять же в работе это все решаемые моменты если это касается именно рабочего пайплайна почему перенесли опять сезон это про фортнайт я не могу рассказывать про фортнайт сразу скажу по поводу стримов если будете приходить я могу отвечать на какие-то общие вопросы по другим направлениям в эпике но компания устроена таким образом что есть движок это мы в Европе есть в там фортнайт паблишинг стор и так далее и эти все подразделения местами очень мало друг в друг знают но то есть я там некоторые новости я их из новостей точно так же узнаю то есть там условно говоря ну сейчас там в эпике больше трех с половиной тысяч человек а в думаю к четырем тысячам то есть как бы поэтому там планы на следующий сезон фортнайта и почему принимали стильные решения я просто не знаю то есть как бы не в курсе мистер гравитсапер говорит мне кажется VR еще и вестибулярная пара сильно напрягает и поэтому не всем зайдет я раз раза три пробовал и мне и не дошел до ситуации чтобы мне шлем мешал голова раньше начинала кружиться а я вот кстати в этом отношении у меня все окей ну вот именно с точки зрения вестибулярки у меня окей у меня именно вот ну просто тяжело то есть ну не очень удобно вот Ара Леги согласен я для обоюдного удобства и предложил рестрим да лайтуми эдишн да 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 это было бы очень круто про очереди очень тру от этой привычки так киеве не избавился можете рассказать про профессии в гендеве и структуры игровых компаний киргиз киргиз спрашивает это очень обширный вопрос давайте я про это проведу отдельный стрим ну то есть я не против это это ну час-два разговора то есть давайте давайте попробуем такое сделать я в принципе могу в следующую среду такую тематику взять и давайте про устройство структуры и иерархии как устроена компания как это работает какие основные дисциплины то есть вот такой вот базовый стрим клейн еще заодно вверх его прицепим чтобы там было окей Палыч а что в ФБ трансляции нет не знаю что отвалилось вроде бы есть ФБ трансляция у меня я вижу комментарии с ФБ я вижу что смотрит 31 человек наверное вы Палыч имеете ввиду что я поставил типа скедил ну типа график что вот в это время пройдет и когда я запустил сейчас рестрим он не туда стримит в эту в эту штуку а просто просто стрим надо что с ключами досмотреть что и как Даня блин какой же фигный разговор насколько круто слушать мотать на ус спасибо огромное спасибо вам спасибо что приходите еще раз мы кстати как-то так два часа уже давайте еще минут 20 полчасика я поползу потому что я сегодня еще записал интервью просто до этого с Владимиром Обручевым из издательства Бомбора Эксмо там получилось очень круто за рубрикой НГ плюс будет интересно там про книги и про то как книги с играми взаимодействуют привет в данной ситуации с короной как быстро рассматривается резюме в Epic Games а то я жду ответа уже больше месяца если знаешь конечно Виталий Литвиненко не знаю как конкретно с резюме знаю что все просто дольше мы вроде бы без потери эффективности работаем from home такие все но понятно что на коммуникации накладывают свой отпечаток то есть вся эта текущая ситуация а вы не стесняйтесь написать еще ну в смысле у нас нет никаких там этих предубеждений в плане если вы напишите спросите месяц назад вам послал посмотрите пожалуйста я думаю что HR отреагируют ну то есть как бы на это вообще вот это вот славянская хакнуть систему срезать угол это очень мешает любых инициативах в европейских и американских культурах кроме разве что наверное инженерных задач говорит Слава Смирнов но если научиться его подхода с правильным контекстом то это можно и обязательно нужно юз как преимущество я согласен я же говорю что вот вот это вот умение правильно срезать угол иногда может быть вопросом выживания вообще то есть тут вопрос вопрос в том что как и любые крайности когда это входит в привычку везде и повсюду ну знаешь как вообще в целом желание излишней постоянной оптимизации в эффективность оно приводит к ну не очень хорошим и социопатическим последствиям тоже в итоге когда ты умеешь там где надо и когда это корректно действительно там соптимизить там сократить и так далее и это не противоречит никаким нормам твоего общества которое вокруг тебя это как бы окей ну в смысле особенно если ты как здесь принято если ты предлагаешь на решение то есть у нас же мало того что срезать угол это еще и сделать а потом только сказать об этом а здесь типа такое типа там коллеги да то есть как бы осмотреть что я придумал то есть все таки то есть как бы и так ты можешь получить репутацию человека который как говорится здесь может мыслить outside of the box то есть вот у меня немножко такую репутацию есть внутри мне говорят что короче конечно странно русских местами все равно короче говорят что если кому-то нужно пойти и спросить по поводу того что как-то нестандартное предложение там можно тебя спросить я такой ну окей надеюсь это комплимент то есть как бы но здесь в принципе это качество может быть плюсом Сергей Ланге это я так понимаю по-финляндски Сергей поздоровался с Олесь Андрейка Алексей что у вас там с едой вне дома слышал что не очень нет это такой полумиф но в плане принято считать что английская еда именно английская национальная еда она как бы не очень ну и действительно все эти fish and chips они ну это такое там в принципе но в Англии очень хорошо с любой имперско-колониальной завезенной кухней то есть здесь очень хорошо с индийской кухней очень хорошо с тайской кухней очень хорошо там с кучей других а в по поводу доставки даже на дом есть приложение там типа деливеру и так далее когда открываешь там 50 ресторанов там что хочешь там то тебе и привезут возможно раньше была такая проблема то есть там сейчас в принципе я думаю что нет Тарас Маунчук в сравнении с нашим как их культурно-цивилизационный код когда каждый день твои дети станут британцем есть интеграция кода я не думаю что в первом поколении кто-то полностью становится британцем я думаю что мой шкет будет такой наполовину одна нога там одна нога там но понятно что дети набираются местных привычек и правил поведения то есть здесь то есть ну я как приведу банальный пример и там часто приводим и всем известно это то что как это правильно сказать ну здесь нет понятия стучать закладывать ну как такового здесь есть проблема если тебе что-то не нравится ты об этом говоришь сразу вслух и сразу старшему там стоящему там все лицу или там преподавателю кому-то это воспитывается из школ то есть вот вот это вот я там вижу в ребенке там и это понятно что это часть общества то есть и таких моментов много то есть как бы они подхватываются есть ФБ просто самые отбитые и верные Андрей Яранцев привет Андрей привет расскажи плюс про британскую игровую тусовку локальную русскоязычную ну русскоязычная я кстати не очень ее ну не очень здесь тусуюсь здесь есть некоторые крутые переехавшие мои знакомые чуваки ну типа того же Олег Гатинян там и так далее с которым мы периодически пересекаемся по разным вопросам например на выставках но все работают на достаточно высоких должностях ну типа индивидуально сама британская игровая тусовка сама по себе она она местами очень похожа на период если помнишь наши вот это вот Крит 2003-2006 она достаточно интернализирована неохотно пускает в себя новых людей есть такое понятие как типа бритиш гейминг мафия ну то есть это когда там друг друга знают совсем на уровне непотизма и надо сначала влиться в тус а потом уже что-то происходит очень беспонтовая ну в том плане что деньгами вообще не приинтересоваться то есть там у меня было очень много ситуаций когда там на выставке общаешься с чуваком который выглядит там как на там на очень он выглядит хипово и как человек там серфер давай такой стереотип возьмем да то есть как бы но в реальности он уже там три компании продал ну и типа он там мультик квазимиллионер там типа того никто не показывает про деньги считается типа не очень культурным здесь понтоваться вообще в принципе но я думаю что это часть еще кастовой структуры потому что даже если ты заработал деньги именно заработал деньги но ты же все равно не из вот тех вот которые пошли то есть поэтому вот как-то так развита инди в такой премиум инди класс в как бы неплохо то есть и в принципе делают неплохие продукты которые в состоянии поднимать там от там 100 тысяч в премиуме юнитов до 300-400 тысяч юнитов в премиуме очень много внутренних взаимоотношений которые сложены там долгими-долгими годами условно как пример любой лдовый разработчик который работал в гремлин в свое время может пойти там договориться и гораздо с большей легкостью пробить себе какой-нибудь какие-нибудь провакунуть вархаммера там не знаю в нитингеме но и вот вот эти все моменты они там типа есть самая близкая морально-ментально предсказуемая американская туса они в принципе друг друга все хорошо знают друг с другом все много и плотно переработали Европа ну более или менее да особенно Франция как логически как самая близкая страна для них там тоже очень много связи там и так далее уже начиная уже с Германии дальше туда там в сторону Восточной Европы плохо разбираются не очень интересно недавно начали для себя открывать наш рынок в том числе именно как рынок с точки зрения реализации дистрибуции там и так далее съездят можно заметить британских джентльменов на даже на наших там было локальных мероприятиях недавно вот ну как-то как-то так если хочешь можем отдельно там поговорить по этому поводу эти там расскажу еще там инсайдов деталей каких-то то есть такое Дэнни надо в следующий раз тему стрима выводить в название в ну да хорошо хорошо буду я опять же это странно потому что я в рестриме я написал в тему стрима в в анонсах которые прошли мимо вот и но я буду через рестрим просто в следующий раз и анонсировать и запускать и так далее понял спасибо огромное в фантикор стесняюсь спросить столько записей стримов интервью это все время отнимает еще работа семья собакин как хватает на все время я после работы выжат как лимон я говорил я с тем что я перестал это пить курить тусоваться энергии стало больше и я не знаю мне как-то в пайплайн все это нормально ложится мне это интересно нравится то есть там поэтому получается типа как-то как-то ок причем стрим деятельность она на самом деле очень сильно планозависимая то есть если у вас есть расписанная там сетка которую вы себе придумали рубрикатор там подготовка и так далее вы на это не так много времени тратите кажется ну просто организованно хорошо вот как-то как-то так списывать в школах это ок или ай-яй-яй не особо списывает александр береза это очень фу как минимум не вереношает правила одинаковых стартовых возможностей ну я я вот про это хуже знаю думаю это александр береза он учился в англии поэтому можно у меня спросить а где рут трансляция проходит на ютубе спрашивает сергей голубев нет я через рестрим из обс вещаю в чего не может делать кот шрёдингера мне кажется что кот шрёдингера может все особенно когда он в своем промежуточном состоянии у него широкое поле возможностей ранее вайн добрый вечер есть пара вопросов надо ли регистрировать название игры и если надо то где по правам если вы действительно собрались регистрировать деятельность и игру пойти в эту сторону вам нужно зарегистрировать авторские права и отдельно права на трейдмарк так называемый логотип и название игры это трейдмарк они регистрируются в определенных полях деятельности и то есть если у вас есть какое-то название которое есть где-то еще там в каких-то других полях это не страшно они по разным кодам проходят ну а регистрация в произведение самого и авторских прав она проводит в зависимости того что это произведение и как вы это делаете второе я создал музыку для своей игры надо ли где-нибудь регистрировать вы насколько я знаю вы можете ее по праву публикации выложить где-то на каком-нибудь там саундклауде под своим именем пробить копирайта и технически говоря это будет ну типа подтверждением вашего права но сейчас кстати вы удивитесь мало воруют потому что не очень имеет все это смысл спасибо заранее за ответ пожалуйста хорошо неплохо я прям запомнил а я сегодня прочитал смешное when 50 cent was hungry was hungry what did he do ответ 58 на 58 типа который это очень глупая тупая шутка я очень люблю такое Анастасия Блохина Настя привет добрый вечер а как ты думаешь получилось ли линкедину сделать полноценную платформу почему он не зашел на снг я никогда не понимал линкедин ну серьезно я ну как бы я понимаю я знаю людей которые с ним могут делать там реальные чудеса особенно с точки зрения холодных контактов там ну и так далее я вообще не понимаю вот вообще ну в смысле для меня это просто ну некая платформа с резюме типа главная фишка линкедина для меня всегда была тема с тем что интересно кто тебя посмотрел из других компаний типа вот но для меня я не знаю для меня это холодильник я в плане даже какие-то попытки налаживаться там какие-то связи полезные даже какие-то истории несколько раз они выходили вываливались в емейл там просто моментально по жести то есть вот как-то как-то так картинка опоссума биганав да окей вот ну хорошо на самом деле чё в так 2.30 я вот думаю что в прочитающий чат Александр Береза говорит что чуть дополню профу и списывание как пояснял нам декан универ по сути торгует своими дипломами и попустительство читерства по сути обесценивает эти дипломы да здесь очень не любят девальвировать любой свой товар поэтому и борются в бесплатных школах может быть и пофиг возможно в ролеге линкеден как для фб для русских человек слишком сложно у меня фб кстати окей у меня фб это любимая платформа социальных сетей алексей удалось ли удалось ли стать друзьями с местными да у меня есть местные друзья у меня был один друг но остальные друзья стали несколько человек я думаю как раз через 4 года то есть мы можно сказать далекие от лучших друзья друзья недавно перешедшие из статуса знакомых в друзей вот как-то как-то так наверное и то шапочный наверное прям друзей друзей не у меня друзей у меня один настоящий самый главный там и несколько там хороших друзей вот я как-то так считаю что с друзьями только так может быть очень много знакомых очень много вот но слушайте ладно ребят я большое спасибо получилось прям как-то дольше чем планировалось но это очень удобно действительно в рестриме я попробую все-таки освоиться с анонсами и собственно через рестрим вот ну большое спасибо что приходите и всем хорошего вечера и сегодня то что вынесли вот киргиз киргиз говорил на следующую среду попробуем сделать прям базовую обзорную лекцию по устройству компании структуре и по профессиям в игровой индустрии будет базовый ликбез а вот это вот в пятницу еще мы мы короче у нас индустриальный дайджест с колором срок сейчас как бы расскажу что было за две недели ну большое спасибо всем пока хорошего вечера пока